Это что, медведь? А, это Сибирский Кинг! Жаная булочка, сливочный хрен и бекон! Пробуй, приготовленный на огне Сибирский Кинг, и часть прибыли пойдет на восстановление лесов Сибири. Только в Бургер Кинг. Работа в офисе может вызывать боль. Крем Артроксикам. Трехкомпонентный состав с современным обезболивающим в максимальной концентрации. Тройное действие от боли и воспаления. Артроксикам для ускоренного проникновения в очаг боли. Ищите большую упаковку со скидкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В семье не без урода, а иногда и не без двух. Да может, не позвонит еще? Позвонит. Позвонит обязательно. Бать, может, телефон сломался? Посмотри, что написано. Мадеин ГДР. ГДР? Страна уже такая сломалась. Тайфон как новенький. Что удивительно. Единственная вещь в доме, которой ты прикасался и не сломал. Ой, прям у меня тела. Да я вообще думаю, что ГДР распалась только потому, что ты там служил. Ты же у нас самый везучий человек в мире вообще. Это ж ты у нас, когда в футбол смотришь, в туалет уходишь на три минуты, там три гола забивают. Тихо, тихо. Алло. Да, сейчас. Где-то тебя. Давай быстрей. Над аппаратом. Ага, понял. Трубку не кладите. Нет, давай быстрее. Или звонка жду. Это по работе. Около тон какой. Сколько там? Значит, записывайте. Температура минус 13. Ощущается, как минус 18. Дед, так это, ты что ли эту фигню придумаешь? Странно очень, странно очень, бать. Что странного? Нормальная работа? Да нет, дед, работа-то нормальная. Только ты куда постоянно выходишь? У нас нет балкона. Да, потому что кому-то очень удачливому, единственному по распределению досталась квартира на 24-м этаже без балкона. Тихо. Спокойно. Алло. Слухаю. Ага. Не кладите, это опять по работе. Быстрее, по вам. Так. Так. Секунду. Значит так. В настоящий момент в районе свободных такси нет. Ставьте большой спрос. Дед, это ты что ли? Я думал, что я такси не могу. Тихо. Ждем звонка. Так, сына, давай, открывай. Интернет открывай, поисковики все. Все, все, готов. Будь готов. Так, ты открывай свои соцсети на телефоне. Все готов. Подружек подключай. Все заряжены. Чемка умных вот этих твоих. Все заряжены. Так, батя, так. Ага. Энциклопедический словарь большой. Что, у нас 30 лет стоит просто так, что ли? Так, все, ждем звонка. Спокойно. Алло. Сергей Николаевич, с вами говорит Дмитрий Дебров программа «Кто хочет стать миллионером». Тут напротив меня сидит ваш начальник. И он прямо сейчас может выиграть 3 миллиона рублей. Вы готовы ему помочь? О, вы даже не послушав вопрос, решили выбрать вариант «А». Интересный подход. Мы слушаем, слушаем. Слушаем, слушаем. Ваш начальник уже использовал подсказку 50 на 50, поэтому вам будет проще. Итак, у вас 30 секунд. Привет, Сергей. Здравствуйте, Семен Петрович. Да не здоровайся ты. А, понял, не здороваться. Как дела там у вас? Тихо. Как дела у вас там? Все, заткнись и слушай вопрос. Ага. Сколько страниц в большом энциклопедическом словаре? Ну что, ты сидишь-то, смотри, у тебя словарь-то. А, да, 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 сейчас найдем что-то. На какую букву-то? На «Э» смотреть, да? В смысле? Ну, на «Э» статья про энциклопедию. Там указано, сколько там. Ну что, ступой? В кого я такой? Что ж, я не нашел бы. Тупой. Раз, два. Ты че? Че? Переверни. Раз. Сергей, слушай варианты. Да, да. Сейчас, сейчас, сейчас. Просто написано в конце. А, 1451 страница. И «Ц» – 1456 страниц. Батя. Да подожди ты. Батя. Да подожди ты, говорю. Это я не вам, не, я не вам. 1451. А, это точно? Единица? Да. Пять? Да. Четыре. Да. Один. Точно, да, точно, точно. Четыре. Спасибо. Да. Все. Все. Ну, сынок. Все, закончилось, Батя. Закончилась полоса невезения. На, 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 там, триумфаторов чего-нибудь, а? Ха-ха-ха. Он меня сейчас повысит, точно. Начальник отдела сделает меня. Правильно сделает. Батя. Чё, Батя, чё, Батя, говори. Я из этой книжки в детстве пару страниц вырвал на самолётике. Из середины? В конце. Так, всё, собираемся. Бежать надо, скорее. Куда бежать-то? Куда, куда? Он меня же со светом сживёт. Он меня сживёт, соест вообще. У нас времени осталось. Ноль времени у нас осталось. Ну, привет, лошара. Я объясню всё. Я всё объясню. Я тебе сейчас сам всё объясню. Сработало. Сработало. Как сработало? Я же ошибся. Так на это и был расчёт, понимаешь? На это и был расчёт. На главном вопросе взять 50 на 50, потом позвонить тебе, послушать тебя и сделать наоборот. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Тупой ты мой человек. Ладно, всё. Это... На следующей неделе ничего не планируй. Летим в Сочи играть в казино. Я не умею в казино-то особо. Кто тебе дал играть в казино? Я буду играть в казино. Ты мне будешь говорить красное или чёрное. Понял? Готовься. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А-а-а! Делайте сильнее, громче только... А-а-а! А-а-а! Кряхтите сильнее. А-а-а! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, мои дорогие. Я Лариса. И у меня небольшая просьба к вам. Дело в том, что я познакомилась с молодым человеком. И сегодня у нас первое свидание. А-а-а! Я не знаю, он меня не видел ни разу. И мы сегодня с ним идём в ресторан. И я слышала, чтобы точно понравиться мужчине, я должна быть с некрасивой подругой. А-а-а! У меня к вам небольшая просьба. А-а-а! 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 Мне нужна будет некрасивая девушка. А-а-а! Есть в зале некрасивой девушки? А-а-а! Давайте я сама сейчас найду. А-а-а! Мужчина, вот вы. А-а-а! Как вас зовут? Андрей. Андрей. Вот если бы были женщины, вы бы идеально подошли. А-а-а! Просто идеально. Да. А можете встать, пожалуйста, Андрюш? Ну, встаньте, пожалуйста. Ну, встаньте. Андрюш, если вы настоящий мужчина, можете помочь девушке мне? Пойдемте со мной в ресторан. Хорошо? Поможете? Пойдемте. Под аплодисменты зала. Пойдемте. Пойдемте, Андрюш. Пьете? Пьете? Пьете, да? Вы идеально подходите на роль моей подружки. Андрюш, мне кажется, вы недостаточно женщина. Мне кажется, он может догадаться, что вы не женщина. Знаете что? Вот держите парик и все. И надевайте. Просто парик накиньте. И все. Сейчас он уже придет. Давайте. Да. Спасибо. Отлично. А, Андрюша. Пойдемте. Я не знаю. Мне кажется, очень хорошо, но мы с вами еще по поведению должны с вами отличаться. Давайте знаете что? Пейте чай и швыркайте. Пейте чай, швыркайте, Андрюша. Это хороший чай, вкусный. Пейте и швыркайте, давайте. Да. СМЕХ Вот так и теперь. Ааа. Вот так сильнее. Ааа. Делайте сильнее. Громче только. Ааа. Кряхтите сильнее. Ааа. Еще раз. Ааа. Еще разик давайте. Кряхтите. Ааа. Хорошо. Плохо. Все равно плохо. Вы знаете, да. Нужно чавкать. Давайте держите печенье. Ешьте и чавкайте, чтоб все летело, крошилось. И чавкайте. Берите печеньку. Давайте. И чавкайте. Чавкайте. Да, 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 да. Давайте, давайте Андрюша. Это мне очень важно. Ааа. Андрюша, все равно плохо с печеньками получите. Да. Ааа. Замечательно. Это хорошо. Знаете что, вы любите ягоды? Я вам дам ягоду, будете есть ягоды. Держите, пожалуйста, вот. В нужный момент. Начинайте ее есть, грызть прямо, вгрызаться и чавкать. Давайте это потом я вам дам. Будете есть и чавкать. Хорошо? Все, он идет. Добрый вечер. А вы, наверное, Лариса? Лариса. Это я, Лариса. Это я, Лариса. Женщина, ну что вы говорите? Что? Ну я же сам вижу, кто здесь Лариса. СМЕХ СМЕХ Ларисонька, вы, как обещали, пришли на свидание с подругой? СМЕХ СМЕХ Да? Это я пришла с подругой? Да. Лариса. Женщина. С такой внешностью надо дома сидеть. Вообще не выходить из дома. Зачем людей пугать? СМЕХ Так прекрасно пьёте чай. Сейчас немногие могут похвастаться вот таким питьём чая. Я тоже пью чай. А я не сомневаюсь. Наверное, с водкой. Наверное, без чая. Я чувствую, пахнет перегаром. Перегаром пахнет от него. Что ты такое говоришь? Не может роза пахнуть перегаром. Да вы что, не видите? Это переодетый мужик. Что ты несёшь? Ты, наверное, сам переодетый мужик. Ларисонька, я хочу вам подарить колье. Колье 120 карат. Оно очень, очень дорогое. Это колье. Очень хорошо, что рядом с вами страшная подруга. Она будет отпугивать воров. Ещё я хочу подарить вам бриллиантовые серьги. Сейчас они были здесь, где-то у меня. Что ты делаешь? Ты мне всё портишь. На, ешь ягоду. Ешь, жри ягоду. Ты всё мне испортишь. Грызайся, не надо в него. Просто ешь и чавкай. Жерь, ешь ягоду. Что ты мне всё испортил сейчас? Ешь, чавкай, пей чай. Не знаю, что-нибудь делай. Засовывай голову. Вот это. Да вы можете как. Это прекрасно. Ягодка ест ягодку. Это я, ягодка. Ты изюм сморщенный. Сидела бы и молчала тут, я не знаю. Ларисонька, вот эти серьги, это дорогие серьги. Они очень дорогие. Я хочу вам их подарить. А у вас нет дырочек в ушах? У меня есть дырочки в ушах. Да я не сомневаюсь. Вас, наверное, стреляли дробью. Когда вы корову воровали на болоте. Ларисонька, я, наверное, пойду продам эти серьги обратно. Сдам их, получу деньги. И на эти деньги сниму самый дорогой пентхаус. Я наполню ванну шампанским. Это будет самая незабываемая ночь для вас, Ларисонька. Я скоро вернусь. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ну как ты можешь-то? Ты же мне всю жизнь испортила. Где я сейчас мужика найду? Значит, ты пойдешь сейчас в ванной плескаться, да? А я здесь буду сидеть. Не хочу тебя видеть. Все, уходи. Давай, пари. Уходи. Стой. А ты же мужчина. Я совсем забыла. Андрюшенька. Смотри, за то, что ты тут все сейчас испортил, у тебя выбор небольшой. Либо ты пойдешь плескаться в ванной с Рожковым, что нехорошо, некрасиво и общественно осуждаемо. Либо ты пойдешь со мной, и я тебя, и я тебя, Андрюша, провожу на своем место в зал под аплодисментами. Слушай сюда, Упы. Я таких, как ты, двоих похоронила и ни за одного не села. Если вы боитесь стоматолога, Притворитесь мёртвым, и он уйдёт. Даня, наконец-то, давай помогай мне. Я не могу помогать, не помощник я сегодня. Господи, ты что, пьяный, что ли? Ага, поменялись, а стоматологом мой зуб. Чего? Заморожка у меня, чего? Всё равно всё бодит. О, Боже мой. На, выпей. Давай. Обезболивающе. Спасибо. И что? Ты что, в платную ходил, что ли? Да. Ну, классно. У нас Ваня нужно отправлять в лагерь. Он по платным клиникам ходит. Ты знаешь, сколько сейчас лагеря здесь стоит? А что мне терпеть, что ли? Все лето сидит. А сколько стоят они? Дорого стоят. Ладно, потом поговорим. Я уже квартиру убрала. Сейчас Ванькина учительница придёт. Осталось шторы только повесить. Давай, бери вот эту штуку. Вот эту? Да. Что дальше? Ай, 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 Даня, ты что делаешь? Ты что? Ай, 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 ай. Извини. Даня, ты что, блин? Сейчас же всё в башку. Ай. Мне надо приложить что-то замороженное. У нас из замороженного только твоя челюсть у нас. Что ты приложи? Ой, убери от морозок. Ой, блин, синяк же будет. Ай, чужой-чужой-чужой. Ай, извини меня, чуженька. Отстань. Здравствуйте. Меня зовут Резеда Рашидовна. Я учитель русского языка вашего сына. Ага. К тому же его классный руководитель. Вы знаете, в последнее время у вашего сына значительно ухудшилось поведение. Скажите, у вас всё в порядке в семье? У нас в семье? У нас всё супер вообще просто. У нас всё в порядочке в семье. Всё по полочкам. А-а-а, всё понятно. Бедный мальчик. Что бедный-то? Придёт со школы, я с ним по мужски поговорю, всё нормально будет. Не прочитайте. Что вы? Время два часа дня, а вы уже в таком состоянии. А когда мне что-то? Мне вечером на смену. Вы что, и на работу в таком состоянии ходите? А что такого? Мне же там не разговаривать надо, а я людей вожу. Я машинист электропоезда. Без меня полторы тысячи человек сегодня в Нижний Новгород науелут. Ай-ай-ай. Ой, Резида Рашидовна, здравствуйте. Здравствуйте. Я прошу прощения, я в таком виде. Да, вы извините её, это я её так... Ой, Дань, да ладно. Сама виновата. Что значит сама виновата? Так я чё, зря помощи попросила, у нас всё как обычно. Ну, одно слово, мужики. Ладно, давай там чайку сделаю и себе кофейку врезь. Давай. Ну, присаживайтесь, присаживайтесь. Ну, рассказывайте, что там мой натворил опять. Ну, ну что, дёргает девочек за косички. И теперь я прекрасно понимаю, почему. Почему? Потому что он ежедневно видит в доме насилие. А, да, я поняла вас. Запретим смотреть. Запретим играть. Никаких боевиков и компьютера. Я поняла, вам угрожаю, да? Давайте вызовем полицию. Полицию? Да. Из-за косичек? Ну чё, господи, ну дёргать за косички. Меня вон все 10 лет в школе за косички дёргали, ничего. За одного такого замуж вышло вон. Это же ужасно. Не сдавайтесь, боритесь. Это же абьюз. Он вас, наверное, ещё и бодишеймит. А? Я чай проверю быстренько. Даня? А? Она, походу, пьяная. Ты серьёзно? Я тебе говорю, я вообще не понимаю, что она говорит. Я думал, это духи, это алкоголь. Ага. Так, я сейчас возьму деньги. Дадим ей, она уйдёт. На что? Ну там в школе постоянно что-то собирают. На что, на бутылку что-то? Ты издеваешься, что ли? На шторы, на какие-нибудь. Я бы пьяный денег не давал. Так, пожалуйста. Слушай, сюда упы. Я таких, как ты, двоих похоронила и ни за одного не села. Ещё раз её хоть пальцем тронешь, я тебя так покалечу, что тебя ни один дом инвалидов не возьмёт. Ксения Андреевна, мы с вашим папой обо всём договорились. У вас всё будет хорошо. До свидания. Ксения Андреевна, мы с вашим папой обо всём договорились. А в сентябре мы его обратно заберём в семью и Ваня по лагерям поедет, и мы от него отдохнём. Слушай, умник, я тебя сейчас так распишу, ты по таким лагерям у меня покатаешься. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мы слышали вопиющую новость, чтобы закрасить то слово, которое мы написали в закутке, нам надо заплатить три тысячи. По тысяче за каждую букву. Главный недостаток евреев ДОСТАТОК Добрый день, Фима. Семен Лазаревич, а вы что, с каторги сбежали? Нет. А что вы тогда, как кот учёный, с цепью ходите кругом? Потеряли дуб? Нет, Фима, я просто пытаюсь отгородить. От общего пространства немного личного. Вот, ну что, Фима, гляньте. Как вам? Убедительно? Ой, Семен Лазаревич, я думала, что ваша наглость закончилась, когда вы попытались отгородить для себя закуток возле лифта. Но сейчас вы меня убедили, что вашей наглости нет предела. Фима, вы же знаете, закуток возле лифта мне нужен был, чтобы хранить там велосипед. Семен Лазаревич, ну не встите своему равновесию, ну какой вам велосипед? Именно поэтому, Зима, я забросил к чёрту эту двухколёсную мечту и решил сразу купить машину. Вы шо, умудрились таки оформить пособие по дармоедству? И смогли таки накопить на машину? Пока нет. Но спасибо за наводку. В общем-то, как показал опыт, нужно сначала сперва решить вопрос, где ставить эту машину. А почему вы решили, что можете решить свой вопрос с помощью общего двора, в котором играют мои дети? Фима, однако что-то ваша принципиальная позиция не мешает вам выращивать вашу личную флору в общем пространстве. Семен Лазаревич, моими личными бархатцами любуются все и прошу заметить абсолютно бесплатно. Ну, я сомневаюсь, что морковь, которая растёт между бархатцами, тоже для всех. Семен Лазаревич, я вас умоляю. Семена моркови в эти клубы попадают сюда совершенно случайно с помощью ветра. Что-то этот ваш случайный овощной ветер дует уже третий год. Лёня, добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые сами себя соседи. Вы слышали лопающую новость? Чтобы закрасить то слово, которое мы написали в закутке, нам надо заплатить три тысячи. По тысяче за каждую букву. Это что за расцельки на букву? Они что, хотят, чтобы мы совсем замолчали? Лёня, а я говорил вам, что готов взять расходы по содержанию закутка на себя. Но, однако, вы предпочли оставить его нейтральным. Так что общие расходы, общий закуток. Вот, Лёнечка, полюбуйтесь, территориальные аппетиты Семена Лазаревича выплеснулись в двор. И как далеко, скажите, за эту инсталляцию простирается аппетит Семена Лазаревича? Ой, Лёнечка, тут всё более чем прилично. Это просто квадрат 2 на 4 метра. Семен Лазаревич, 2 на 4 — это немножко слегка совсем прямоугольник. Лёнечка, а что вы учите его геометрии? Его надо учить скромность. Семен Лазаревич, стесняюсь спросить, поэтому будет не вопрос. Скажите, ваше табло планирует треснуть? Семен Лазаревич, если вы присвоили себе якобы скромный неравносторонний квадрат земли без нашего согласия. Так, погодите-ка, дорогие соседи. Значит, пока данное место пустовало, оно никому не было надо. Как только я отгородил его чуть поярче, оно сразу стало надо всем прохожим и садоводам. Семен Лазаревич, скажите, ради чего вы приготовились терпеть все эти будущие унижения и ядовитые плевки в вашу широкую наглую спину? Это все для моей машины. У вас же нет машины. Он мечтает ее купить. А нельзя ли о парковке тоже просто мечтать? Нет, парковка не дна реально. А зачем парковка во дворе, если машина только в мечтах? Я буду сдавать ее в аренду, чтобы воплотить мечту. Так, стоп. А вот здесь давайте поговорим. Это что за вероломный план обогащения? Фима, почему сразу вероломный? Потому что тайком от соседей. Да, Семен Лазаревич, мечта настолько обнаглели, что решили ковырять изюм из нашей общей булочки. Леня, погодите, я не ем сдобу, поэтому не понимаю вашу аллегорию. Ориентируйтесь на слово обнаглели. Так что, вы собираетесь мне запретить получать выгоду от моей личной парковки? Да мы не собираемся вам ничего запрещать. Мы хотим получать выгоду вместе с вами. Тем более, что я уже украсила нашу парковку своими личными бархатцами. Да, и нашей морковкой. Хорошо, и нашей морковкой. Скажите, уважаемые, но все-таки бесстыжие соседи. У меня складывается такое ощущение, что я немножко зазевался, и вы уже машете мне рукой из вашей там красивой жизни. Ленечка, мне уже сдается, что у нас тут закрытое акционерное общество. Да, Фим, а погодите. Все зависит от того, что Леня имеет предложить к вашим прекрасным бархатцам и к моему доходному прямоугольнику. Особенно после того, как вчера он кричал, что за куток возле лифта тогда ничей. Ну хорошо. За треть дохода от прямоугольника я соглашусь отдать за куток возле лифта под вашу юрисдикцию. Единолично. Единолично. И мы больше никогда это не обсуждаем. Ну конечно, я уже забыл, что он когда-то бил не ваш. Фима, вы, надеюсь, не против? Конечно, я против еще одного прихлебателя в нашем предприятии. Но смотрите сами, потому что это ваш стартап. Фима, я говорю про закуток. Я настолько не против, что мне даже наплевать. Я живу на другом этаже, и свою битву за свой закуток я выиграла давным-давно. Итак, дорогие соседи, давайте подытожим, что мы имеем в сухом остатке. Значит, у нас небольшое прибыльное предприятие с тремя акционерами и абсолютно неприбыльный, даже, скорее всего, убыточный из-за неприличной надписи, за куток возле лифта в моем единоличном распоряжении. Леня, я правильно говорю? Я уже не спорю. Я уже мысленно трачу дивиденды. Добрый вечер. Здравия желаю, мало-много уважаемые, вечно с какими-то дебильными проблемами жильцы. А скажите, уважаемый, что такое случилось, что отвлекло вас от управления вашими внутренними делами? А вы в наши внутренние дела не лезьте, это наши внутренние дела. Значит, смотрите, в чем дело. Так. К нам поступил звонок от гражданина по фамилии Аноним. Аноним. Правильно говорить Аноним. Мне можно говорить и так, и так. Я живу в свободной стране. Действительно. Так вот, в этом своем звонке Аноним Аноним сообщил, что в вашем дворе творится вопиющее правонарушение. Да вы что? И какое же? Подождите, там сложная формулировка. Так, цитирую. Алло, это полиция. Да, это полиция. А с кем я говорю? Так, погодите. Так, хватит нам звонить. Идите в... Идите на... А, вот здесь. Какой-то наглец отгородил цепью от общего пространства немного личного, размером с квадрат 2 на 4 метра. Я, извините, хочу заметить, что 2 на 4... Не надо ничего замечать. Я знаю, что это прямоугольник. А что, это нельзя? Это нельзя. А за куток возле лифта? За куток возле лифта можно, если никто не против. А у нас тут как раз никто не против. Мне нужно в этом убедиться. Я вас убеждаю. Я убежден. Спасибо. Ну что ж, в таком случае, это правонарушение необходимо ликвидировать прямо сейчас. Конечно, гражданин начальник. Давайте я унесу эти ужасные железные столбы в свой закуток возле лифта, где я планирую хранить свою морковь и свой будущий велосипед. Спасибо за помощь внутренним органам. Всем спасибо, а я пошел в отделение получать премию за ликвидацию правонарушения. Тима, скажите, в каком цирке я могу спросить, что это был только что за фокус, что у Семен Лазаревича появился за куток возле лифта, а у Чискова появилась премия? Да, ну у меня остались мои личные бархатцы. Значит, я только один тут обманутый дольщик. И как обманутый дольщик, осмелюсь возмущенно спросить. Фима, мне показалось, или при осуждении ваших бархатцев мелькала какая-то морковь? Ленечка, вам показалось. Тем более теперь вам ее уже точно негде хранить. АПЛОДИСМЕНТЫ Фух, живо! Живо! Я уж думала, крякнула вдова, графиня Анна Алексеевна. Оздалось вам за то, что вы на причастии напились. АПЛОДИСМЕНТЫ Японские конькобежцы ездят только на правоногих коньках. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ох! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ого! Вот это пассаж! Шел через реку, попал под паровоз. Я б сказал, полный пассаж. АПЛОДИСМЕНТЫ Полный чего? Ну, судя по всему, рыбы. А, это мое, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Разрешите представиться? Купец первой гильдии по рыбному промыслу с Ряхин. Ротмистер Колотыгин. Шо ж вы, ротмистер, не смотрите, куда на своей лошади едете? Эй, эй. Я ж, да, не верхом, я на коньках. И лошадь эта не моя. Как же это не ваша, если вы изволились вместе с ней меня переехать? Голубчик, они были так бесконтрольно скользили по этому льду, как вошь по лысине. И все, свозили, давочку наповал. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Ротмистер, по-моему, штурмовать женщин с наскока, это ваши гусарские манеры. Я ж, думаю, вам рыба дороже, чем женщины, да? А у нас с рыбкой не личные отношения, а деловые. Она мне, в отличие от дам, денюжку приносит. Именно поэтому я в своей одежде, а вы, видимо, в казенной, да? Коньки мои. Ага. Твою же дивизию. О, ротмистер, гляньте, дама требует военного вмешательства. Сейчас, да, конечно. Понятно же, кто будет поднимать, тот из копытел. Сами поднимайте, солида, свои проблемы. А, приплыли. Вот ваша тема пошла. Давай, давай, подгребай, закидывай, тащи давай. Давай, давай, давай. Погодите, вы, ротмистер. Похоже, предмет нашего спора перестала подавать признаки жизни. Может, это были конвульсии? Да я рубил головы петухам. Я знаю, что такое конвульсии. Отойдите, а то, значит, может, скачать и бегать тут начать еще какое-то время. Живо. Живо. Я уж думала, крякнула вдова, графиня Анна Алексеевна. Поздалось вам за то, что вы на причастие напились. Так бы и померла, не оставив завещание. А потом ищи свечи, кому эти имения с доходными домами полагаются. Ну-ка, руки везла свою убери. Ага, вы только что сказали, что это не дома, а чужая кобыла. А вам вообще рыба была интересней, чем женщины. Я сказал, что меня интересует рыба, которая приносит денег. И ничего такого страшного, если это будет не рыба. Анна Алексеевна, давайте, помогу вам. Анна Алексеевна, голубушка. Анна Алексеевна, позвольте представиться, купясь первой гильдии по рыбному промыслу. Ряхин, да, мы стали с вами жертвами природных сил. Да, я жертва инерции, вы жертва гравитации. Готов искупать свою вину подли вас до конца ваших дней. Угомонитеся, ряхин! Так, все, объясню. Вы, ваше седельство, скользили, как снежинка по голубому льду, пока треклятый ветер не понес вас и не вмазал вас в стену под названием Ротмистер Калатыгин. Да, Ротмистер, врете вы еще дешевле, чем выглядите. Да, ваше сиятельство плыли, как форель, радужная форель. Да, когда течение подхватило ее и занесло в теплую, уютную бухту по имени Ряхинс. Поптите, Ряхинс, что за намеки? Анна Алексеевна, голубушка, разрешите дать вам вашу, взять вашу руку, так сказать, и чтобы вы больше не упали, проводить вас с этого катка вплоть до алтаря. Так, так, я ни хрена в ваших рыбах, снежинках не поняла. Кто лежал на мне, давил на меня. А, это же не я, Анна Алексеевна. Я-то иду, смотрю, такая красивая дама лежит. Я думаю, чего я мешать буду? Это, наверное, вот Ротмистер валялся на вас. Это же и гусарские замашки. Увидел даму, упал на нее. Что вы несете? Что вы слушаете на рыбозвон? Это я не знаю. Как ты писал? Нельзя мы. Гусар, мышь, мышь, как стена. Я как стена стоял над вами и смотрел, как вы лежите. Охранял вас, так сказать. Мышь, гусары, такие, да. Охранял вас от две тетра, от бухты вот этой непонятной идут. Понимаешь, расплываться, понимаешь, тут такая. Я не давлю на женщин-то. Они обычно сами соглашаются. А приятно было? А-а-а, так да, Ротмистер-то стоял, как истукан же. А давил на вас, приятно лежал я, конечно. У нас же, у Ряхиных, давление это наследственное, да? Как ваши имения и дома наследственные, вот так и давление мое. Можем объединить наше наследство и мое давление будет и вашим. Бррррррррррррррррррррая! Бррррррррррррррррррррррррррррс О, извините, мне верхом привычка осталась. и сказать, в природной скромности, так сказать, хотел промолчать, но, понимаешь, этот рыбозвон, наш рыботряд, вынуждает меня раскрыть карты. Давил на вас, конечно, Ряхин. О, хоть раз родмистер в жизни правду сказал. Но уложил его на вас, ваш покорный слуга. Да. Сморю, скажите, вы такая, понимаете, на льду, этот ведется вокруг вас, этим угрем. Но я уложил его одной левой и заботливо так на вас, на поясничку, чтобы мягонько было, как стена, то есть, сказать, охранник. Ну, я вам дальше все говорил. Вот сделал, как говорится, два дела одновременно. Я вообще много дел одновременно делать могу, да. И за имением смотреть, и домами управлять, и это самое, доходными. И конюшню можно поставить. Ах ты, щучий ботрофт! Ты смешивый меренький, да! Так, тихо, тихо, господа, ну тише. Здесь же дети. Дети? Дети? Маменька, маменька. Ой, солнышко мое. Ну что, это младшенький мой, Алексей Сергеевич. Алексей Сергеевич, а что ж ты один? А где же сестренки твои? Софья Петровна и Мария Марковна? Они опять дерутся. Ой, дерутся. А как же братья твои старшие? Андрей Анатольевич и Евгений Юрьевич куда смотрят? Они соединенцами ушли. А кто же им денег дал? Ефим Давидович. Давидович. Ой, Ефим Давидович, это старшенький мой, от первого брака. Богаче меня все скрывает, зараза. Но... Подожди, а близнецы? Пакстят. Ай, пакстят, все как обычно. Ну ладно, ладно, ничего. Хорошо, остальные дома остались. Ну ничего, ничего, скоро на каждого из них отцовская рука найдется. Вот здорово, как что ротмистер как раз несколько дел сразу может делать. Да, а я-то же такой забывчивый. Ой, Анна Алексеевна, вот даже все, ничего не помню. Кого сбил, на ком лежал. Я же тут... Я же тут не просто так. Я же вот это, мне надо рыбу освободить. Да. Тут где-то прорубь была неподалеку. Анна Алексеевна, вы, если что, прям не стесняйтесь и за мной не посылайте. Да. Где тут прорубь у вас, господа? А? 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 Что? Есть? Не стесняйтесь за хамство, Анна Алексеевна. Ну, родина зовет. Вот только что родина меня звала. Это я с ней сейчас, это... Так что, не вспоминайте меня, чтоб не страдать. Ну, что, Федька, держи пятак, заработал? Да. Эти совсем слабенькие оказались. Мы с тобой пока всех неженатых господ проверим, ты меня по миру пустишь. Ладно, давай толкай меня на тот берег, там вон мужик какой-то в шубе перспективный. И леденец тебе куплю. Мистер Президент, как вы просили, мы подключили ФБР, ЦРУ и Национальную гвардию. Так, и что? Нашли мою челюсть? СМЕХ У Байдена в телефоне вместо напоминалок забывалки. Мистер Президент, как вы просили, мы подключили ФБР, ЦРУ и Национальную гвардию. Так, и что? Нашли мою челюсть? А пока нет, сэр, но мы делаем всё возможное. Ищите! Да, сэр. Ищите. Всё, вы свободны. Идите. Хорошо, сэр. Идите. Здравствуйте. Здравствуйте. Джо, ты свободен? Всё, беги. Больше они не смогут издеваться над стариком. Беги, Джо. Старики своих не бросают. Что ты такая? Охрана! Охрана! Не волнуйся, я их обезвредила. Я им дала семечек. На три часа они обездвижены. Это какой-то бред. Как вы вообще меня нашли? По запаху. Валерьянки барчик выследил. А так, шесть месяцев на веслах по океану, и всё. Китёнка. Китёнка возьмёшь, вон. Китёнок. Маленький прибился. Что ты? Хватит. Китёнок. Хватит. Белый дом за секретный объект. Как ты сюда вообще попала, бабка? С помощью универсальной кодовой фразы. Я только спросить. Господи, ну что ж? Собирайся, 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 что стоишь. Где твои похоронные? Какие ещё похоронные? Ах, ты ж не понимаешь, как на вашем-то это... Капут... Капут... Капутошные. Нет у меня никаких капутошных. Вот, а? Вот и роды. Обобрали старика. Ну, понятно, что ты чудишь. Мстишь им, да? Барсик у меня такой же. Только я его не похоронных, а наоборот, зарождательных лишила. Может, тебя тоже? Не надо. Так, я понимаю. Вы взяли меня в заложники. Сколько ты хочешь денег, бабка? Тысяча? Пятьсот? Миллион? Приз? Что значит приз? Вот и роды. Даже телевизор деду не включают? Матушки мои. Получается, ты не знаешь, что и творишь-то. Батюшки. А что такое телевизор? Телевизор – это матка истины. Ящик Пандоры. Открывающий третий глаз и закрывающий разум. Это понятно. Я не могу с вами никуда ехать. Я президент великой страны. А я председатель ТСЖ подъезда. Мы с тобой коллеги. Какие мы с тобой коллеги, бабка? Я запускаю экспедицию на Луну скоро. У нас подъезд и есть Луна. Ни воды, ни тепла, а в пятницу каждый второй инопланетянин. Я никуда не поеду с тобой. Мне надо подписать очередной пакет санкций. Наложить вето. Ну, конечно, сходи. Куда? На дорожку-то, если надо. Я не могу никуда убежать. Кто будет управлять страной? Господи, да сейчас. Сейчас с этим разберемся. Это вообще пустяк. Сейчас. Вот он. Вот он поуправляет, пока тебя не будет. Ну-ка, слезь. Полгода точно никто подмены не заметит. Вот так. Вот, постоит и все. Сумасшедшая бабка. Что ты делаешь? Все. Подмены не заметят. Все. Вылеты. Давай, собирайся. Собирайся. Ну, что ты стоишь-то? Куда собирайся? Встал. Ну-ка, давай, быстро. Одевайся, на. Что это? Это подштаники. Чтоб петушка не застудить. Ты мне надоел уже. Что вам надо? Почему именно я? Вот. Весь мир мучается над этим вопросом. АПЛОДИСМЕНТЫ Все, бабка. Ты меня окончательно разозлила. Я президент великой страны, влиятельный президент. Я сейчас, знаешь, что буду делать? Я сейчас буду нажимать кнопку красную. Вот тебе не поздоровится. Да, смотри. Что такое? Что за евро? Мистер Президент, вызывали. Да, вот это. Арестуйте эту женщину. Мистер Президент, кого? Здесь никого нет. Что ж такое? Почему я тебя вижу, а больше никто не видит? Потому что надо пить таблетки. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожми мне руку, Джон. Дайте мне таблетки, чтобы я её не видел больше никогда. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вообще-то я Никитос! Никитос? Мушкетёр, что ли? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Качок, взявшийся за ум, может его раздавить Ха! Алё! Да, здорово, чё, я в качалке мою Но, как обычно, только щас внутри, понял? Чё, лезаю, чё? Качаюсь Качаюсь, ну Опа-на, здесь, блин, девчуля такая нормалдесная Я перезвоню Ну, здорово, качкобосы Ну, отошёл Было твоё, стало моё Тоже мне, хопачки Хопачки Хоп! Ладно, чё, потом заберу Хо, нифига Хо, братан У тебя гармошка сломалась Ты вроде играешь, а звука нет Фига ты её растянул Нормально Опа-на Это кто у нас тут бежит такой красивый? Дыганю, дыганю Велик не пристёгнутый Фига не дают богатей Вообще Ну, ладно, чё Было ваше Станет наше Станет наше А, он без колёс А впереди у меня кто-то Ну, давай побазарим, чё, давай Давай, хочешь побазарить? Побазарим Чё, или не хочешь? Я не понял Ну, чё, базарим, да? Давай, чё? Не будешь? Я не понял, братан, блин Так ты определись, чё, мы базарим или чё Или мы не базарим Братан Чё-то я Вообще Ничего не понял Понял Лежачих не бью Слышал? Чем громче шкаф, тем больше падает Чё? Это чё такое? Протеин А, чё, на нормальный пивас нету денег, да? Чё? Я хотел поинтересоваться, а у вас почему там в раздевалке шкафчики закрыты? У вас чё, воруют? Не воруют Так откройте тогда, ё-моё! Как тренер скажет Тренер? Какой тренер? Так, так, так Отжимаешься, молодец Пьёшь воду, молодец Бежишь, молодец Тренер? Да? Я тут программу питания написал, посмотрите Угу Умеешь писать, молодец Самый быстренький, который у меня был Да Так, а ты кто такой? Чё? Чё? Вьетнамец, что ли? Ладно Эй, чё? Чё? Да, ты иди сюда Вообще-то я Никитос Никитос? Мушкетёр, что ли? Чё? А то Спартос и Никитос У тебя какой размер ноги? 44-й Во, и у меня 44-й По моим стопам пойдёшь Ну что, как будем мощнеть? А, тренер, мне вот так же надо Только с боков чуть поменьше Я понял, мышцы косые, прямые А мы чё, в парикмахерской? СМЕХ Морись Молодец Ну что, бери гантели, поднимай Я чё, лох, что ли? Ты чё, лох? Нет Ну, тогда поднимай Другое дело СМЕХ Так, десятки, не моё Пятнашки, не моё Так Вот, двадцаточки Не моё СМЕХ Вот, а чё тут, опа Пятисотки? СМЕХ Чё, новый сплав, что ли? Такие маленькие Такие тяжёлые Нормально Я понял твой уровень На, держи эспандер Серьёзно? Даже мой любимый тренажёр Давай-давай Сюда иди Сюда иди Блин, тяжело, круто Тренер, слушай, а вот чисто теоретически А когда накачаюсь, я смогу телевизор унести Сможешь? Какой? Да такой маленький экранчик у него А сам телевизор такой вот здоровый, такой, возле банка стоит с деньгами СМЕХ Сможешь, только после таких нагрузок Долго восстанавливаться придётся Сколько? Лет семь-десять Смотря как себя вести будешь Ладно, делай, молодец А, я просто хочу мощным стать Молодец, далеко пойдёшь Прям крутым и сильным Молодец, очень далеко пойдёшь Прям горой мышц Очень-очень далеко пойдёшь Вы меня сейчас хвалите или посылаете? Загадливый, молодец Блин, меня ещё никто столько не хвалил Я тоже хочу стать тренером, как ты У тебя не получится Да, чё тут сложного-то Воду пьёшь, молодец Воду не пьёшь, молодец Пьёшь, молодец Не пьёшь, молодец В этом дело У тебя голос тонкий Да, тренер, я буду воду пить ледяную Прям морозилку буду грызть и охрипну Волосы у тебя не длинные Отращу, тренер, покуда надо По плечи, там по локти Тебя никто не боится Тренер, я сделаю себе кучу татуировок Буду носить перстни с черепами Писать матерные стихи Все будут думать, что я психанутый Я буду бесить людей Понял Так, а какая твоя фамилия, Никитос? Джигурда Джигурда? Ну, нормально Нормально О, нормально АПЛОДИСМЕНТЫ Да, мазетиномоценник и враченец Ходите тут по парку, послушивайте, как хозяева своих собак подзывают А потом вот так из кустов выпрыгиваете с плащей и вот так Вот мой Спенсер! Знаю я АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Весной, когда сходит снег, становится видно, в каком дворе больше собак. Спенсер, Спенсер, Спенсер. Иди сюда, Спенсер. Смотри, какая у меня вкуснятина. С овощами и бараниной. Спенсер. О, реально вкуснятина, блин. Спенсер, Спенсер. Здорово. Здравствуйте, здравствуйте. Собаку давай быстрее. Какую собаку? В смысле, какую собаку? А в смысле, давай быстрее. Где собака наша? А-а-а. Знаю эти разводы. Да-да-да. Мы из службы безопасности банка, вот это. У вас обнаружилось у нас лезло за границей. Где наша собака? Переводите деньги. Да-да-да. Подожди, у меня жена вам собаку оставляла на передержку. Ну, мы просто, Спенсера. Мы уезжали просто в отпуск. Ну, вот. А как я узнаю, что это вы? Может, вы этот, собачий эс-эс-бег... эс-гэ... изращенец. Да, может, вы машинник и изращенец. Ходите тут по парку, послушиваете, как хозяева своих собак подзывают. А потом вот так из кустов выпрыгиваетесь в плаще и вот так... Вот мой Спенсер! Знаю я. Алё. Алёна. Ты кому собаку оставлял? Ну, да, такой, да, ну... Такой лысый, толстый, шепелявый, да. Ну, чё, чё, чё? Он не отдаёт твою собаку, чё? Ну, да, нашу собаку, нашу собаку. Я так и сказал. Ну, хотел сказать. На, поговорить с тобой хотят. Со мной? Да. Алё, здравствуйте. Если вы из службы безопасности банка, я уже сказал три цифры вам сзади карточки. Надеюсь, с вами больше нет никаких подозрительных транзакций. А, Алёна, это вы? Да, здравствуйте. Слушайте, тут подосыл какой-то хмырь. Хочет забрать вашу собаку. Ну, такой, знаете, злобный, пучеглазый, косолапый. Говорит, что у вас муж. Но это же не так. Вы же седрая, добрая, красивая. Алёна, если вы у него в заложниках, и вам нужна помощь, моргните мне три раза глазами. Знаешь, что это было? Алёна. Ты кому собаку отдала? Ты что, передержкой сумасшедшие дома занимаются, что ли? Ой, ладно, всё. Ну, всё. Всем я доволен, да. Всё, давай. Ну? Что, ну? Что, ну, понятно теперь, что она моя жена, да? Понятно. Ну, всё, давайте собаку. А денежки где? Ну, сначала собаку, потом деньги, что ли? Чё думаете, я дурачок? Я сейчас вам собаку отдам, вы на меня натравите, и я убегу без денежков. Чё там натравливать? Там такса. А чё вы думаете, у меня нет частей тела на уровне таксы? Ладно, господи. Дольше спорить. Действительно. Держи. Вот, спасибо. Вот сейчас радо видно, что вы никакой не извращенец, а дровопрядочный собаковод, владелец таксы, так сказать, опытный таксист. Раз, держите, держите, два. Всё. А где Спенсер? Спенсер сейчас подойдёт. В смысле сейчас подойдёт? Он чё, министр задержал, что ли? Он опаздывает, сейчас подойдёт? Смотрите, ну у вас Спенсер такой деловой. Может, его и министр задержал. Но, скорее всего, опять в помойке роется. В смысле? Он чё, у вас в помойке роется, что ли? А у вас чё, он министр задерживал? Слышь, он стоит, как зимний комплект резины на дисках. Ха, может и стоит. Ну, честно говоря, вчера он блох нахватал, как бесплатная дворняга вообще. Слышь, в теку так же из тебя блохи посыпятся. Ты чё, потерял нашего Спенсера что ли? Да погодите, сразу же категорически сразу потерял, потерял. Чё вы себя накручиваете? Сейчас он подойдёт. Спенсер, 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 Спенсер. Блин, чё за имя у собаки? Как будто машина не заводится. Спенсер, 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 Спенсер. Спенсер, небось, сейчас где-нибудь пьёт из лызы такой. Такой, и такой. А? А, не, не меня, это у кого-то машина не заводится. И дальше. Где наш пёс, пёс? Я рассказываю, рассказываю. Мы проснулись с ним с утра, позавтракали, умылися. Пошли за лотерейным билетом. Куда пошли? За лотерейным билетом. Вы чё, не покупаете лотерейные билеты? А, вы не верующий, что ли? Дальше давай. Вот. Потом пришли сюда в парк. Идём с ним такие прогуливаемся. Тут Спенсер говорит, так, стоп, дальше я один. Я говорю, это куда ты собрался? Он говорит, не твоё собачье дело. Сди здесь. Вот я стою, сду. Капец, ну всё. Это капец. Тебе капец, мне капец. Блин. Алё. Алё, ну, походу, этот дебил Спенсера потерял. Откуда я знаю, как? Ты его видел из своего-то, передержателя? Там сто тысяч вариантов, как он мог это сделать? Спросите, куда он мог пойти. Мы зато знаем. А чё ты на меня-то орёшь? Я-то тут при чём вообще? Мазать, он у друзей. Подожди, он что-то сказать хочет. Что? Мазать, у него где-то тут рядом друзья зовут. Он у них. Он тут вообще неадекват, да. Нам надо будет как-то самим организовываться. Ладно, разберусь, да. Могу найти, могу. Хотя бы собаку я могу найти, да. Нет, ты не должна всем заниматься, да. Всё, давай, пока. Чё, наругали вас, да, за то, что собаку потеряли? Всё, в какую помыть он верился? Да в любое он это может делать, поверьте мне. Вы, слушайте, ну вот только не надо паниковать. Вы почему так Спенсеру не верите? Сейчас всё будет хорошо. Это вот ответственная собака, он сейчас подойдёт. Спенсер, Спенсер, Спенсер. Спенсер, Спенсер, Спенсер. Сейчас он подойдёт. Да, да, да. Здравствуйте. Категорически приветствую. Здравствуйте, здравствуйте. О, это вы потеряли четвероногого друга? Ну так себе, друг, ты чё, ты чё, ты чё? Хочешь, у меня же тоже кастрировали, как тебя, что ли? Я прошу прощения. Я стоял вон там, вон как раз возле объявления, и потерялся четвероногий друг. И смотрю вот так вот, эта красотулина просто приклёбывая, из лужи вот так вот хлещет, стоит там. Да, и вот я, вот взял. Какое объявление, не понял, я ничего не давал, никакое объявление. Ну это, короче, смотрите, это дезурное объявление нашей передерзочной компании. Ну просто знаете, собаки, они же такие ненадёжные, они могут убязать к друзьям, нализаться, забыть, что их сдут. Вот это. Поэтому это в качестве страховки я расклеил по всему району. Так сказать, собачья ОСАГО. Ну ты потерял собаку, ты оплати это самое. Подождите, я его не терял. Он вообще не считался потерявшимся до того, как вы пришли. Вы посмотрите на него, у него вообще никакой потерянности на лице. Так, ладно, дольше спорить. Сколько? А, три тысячи. Ничего себе, три тысячи. Найти собаку дороже, чем её прокормить, что ли? А, да, держите. Благодарствую и радуюсь возвращению вашего четвероногого дружка. Да так уж, дружок мне, ты всю жизнь мне уже испоганил. Держите, вот это поводок, и всё, его один. Насею вам. Да. Да, чтобы зина сразу подзатянула. Алё, всё, я нашёл, да, да, нашёл, иду домой. У нас есть шампунь от Блох? Да не тебе, чё ты разорал? Всё, давай. Гриша, давай деньги. Шура, какие деньги? Я сработал по плану. По какому плану ты сработал? Это даже не Спенсер. Шура, ну как я их там вольерчике-то различать? Должен там целая гурьба этих псов. Здравствуйте. Ой, здрасьте, здрасьте. Здрасьте. А где моя Сьюзи? Знаете, тут такая ситуация, Сьюзи отошла. Ну она сейчас подойдёт, вы не переживайте, она сейчас найдётся. Давайте вместе её позовём. Сьюзи, Сьюзи, Сьюзи. Что за имя, как будто блендер работает. Сьюзи, Сьюзи, да? Шура, прошу прощения, а Сьюзи какая? О, вот это не она. Сьюзи, Сьюзи, Собачка с белым пятнышком на лбу. Принял, принял, принял. Сейчас зайдётся у вас от Сьюзи, давайте пойдём, просмотрим. Долбаный стартап. А, живой Дядь Мороз. Неработающий микрофон. А, я должна быть... Кто-то упал от моей красоты. Ротмистер, что же вы молчите, ваши же слова. Нет, ваши. Нет. Копчишка, чё ты, ну-ка, я сейчас глядываю. Ротмистер, я вам сейчас дам по соплям рыбой. Ладно, гражданский, прощаю. Андрей Анатольевич... Подожди, я падаю. Давайте я вас тут сзади аккуратно подержу. Руки от станка. А, ну, Анна Алексеевна, просто тут противовес её давит сзади. Так что-то назад не может. А, просто Анна Алексеевна, парусность большая. Ветерок, когда поднялся, её несёт на скалы. А, молчите, ротмистер. Анна Алексеевна, вы груз вот так назад не отклоняете и не будете откатываться. Ой, Алексей Сергеевич. Анна Алексеевна... Ещё, что вы толстая, Анна Алексеевна, на старорусском мы вам не говорили. Анна Алексеевна, при всём уважении, у меня шуба настоящая, я сейчас сознание потеряю. Я тоже. Подожди. Позади незнакомец. Иди, выйди ещё раз. Привет. Это мне Макс Ярица включал микрофон. Видал, овощами пахнет с ягнёнком. Лизнул меня. Не знаю. Да, как мама. Умыл тебя, да? Да, Костя, что там? Раздувщики, давайте я выхожу уже. Давай быстрее уже. Всё. Волнуешь, где наша собака. Красотство, эта тупица не отличает свою собаку от других. Шура, как я их отречу? Подождите! Ты очень красивая, выйди и всё раз. Рано включили музыку. Что-то с нашим стартапом сразу пошло не так. Странный стартап. Давай, короче, вот отсюда. Типа Грица отдать деньги, понял? Ага. Вдруг ты передумаешься, отдаст. Ни хрена. Давай ещё раз. Хорошая жать. Дело-то серьёзное. Могут посадить. Ты посмотри что. Сейчас включай. Наташ. Сейчас уже и я его побоеваю. Дизенька, если ты не будешь моргать, у тебя глазки высохнут. Не высохнут. Парень очень серьёзно настроен. Конечно, серьёзно, если учесть, что это антисептик. А, живой Дядь Мороз. Неспящий мальчик. Неработающий микрофон. Что? Давайте ещё раз соскотча, пожалуйста. Со скотча. Сейчас вытрем. Да. Давай. Вытрем Диме лицо. Когда ещё у Деда Мороза тут сзади поколупается? Сейчас наладим. Там аккуратно, там холодно. Ну-ка, Деда Мороза, говори. Акломалось что-то? А? Нет, сэр. А что там у меня шипит? Ты что сделал? Шипит, да, что-то шипит там. Без сосоньки подходил. Максим. Один-два. Рано, да, Сеня? Ну ты же видишь там, где он сухой. Рога не доехали еще. Он ещё там. В зале же не поверят, что ты настоящий Дед Мороз. Причём самое смешное, да, что заграничного зовут Коля Санта-Клауса, а нашего Максим Деда Мороза. Прикинь, разгуст такой. Дед Максим? Дед Максим. Соверши... Всё, 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 всё. Что, непонятно сказала? Это было на нашем секретном языке. Давайте быстрее, я устал туда бежаться уже. Да, мама. Новый год, это время со... О-о-о. Ну спасибо, семья. Сейчас, подожди. Рот сломался уже. Вон и 50, что ты заговоришь. Ты если пьяная, ты молчи, давай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Странно, но на вопрос, как дела, пока не родила, отвечают именно мужики. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Потом и выпьем. Кстати, ты коляску-то купил? Да нет ещё чего-то. Как-то не думал об этом. Так давай, сейчас я найду тебе потом. Точно не до этого будет. Я пока в интернете. Да погоди, Серега. Давай, родит потом уже. И выпьем, и коляски купим. Зайцев, слушай, я тебе хочу сказать, я тебе прям завидую. Прямо вот так по-честному. Ну, дети, это прямо, это круто. Будет кому-то тебе на старости лет стакан воды принести, да? Да. Прямо. Ты вообще, кто будет у вас? Пацан, девка? Да не знаю. Мы что-то решили у Зини делать. Пусть сюрприз будет. Нет, понятно, я хочу пацана. Что тут говорить? Пацан, конечно, лучше. Пацан больше воды принесет. Ну что, давайте уже, давайте. Да ну подожди ты. Ты мне скажи, ты сделал все, как я сказал? Коньки под кровать положили перед тем, как с Лариской? Ну да, все делал, надеюсь, сработает. Все нормально будет, пацан, все четко работает. Парни. Алло. Да, спасибо. Есть, мужики. Родила, сын. О, Бадя, Бадя, Бадя. Очень приятно. Папа. Ну что, коляску заказывают? Давай. Самую дорогую покупай. Ну что, давайте сейчас-то выпьем уже. Давай, погнали. Да ну погодите вы, ну что пить-то сразу? Что? Ну за кого пить-то? Как за кого? За сына? За кого? Ну за сына, это понятно. Ладно, имя надо дать. За кого конкретно-то? А, че, как назвали-то? О, слушай. Да мы че-то не думали, я ж говорю, УЗИ не делали, не знали, кто будет. Надо с Лариской посоветоваться. Не-не-не-не, у вас с Лариской сейчас вообще не советуюсь, это последнее дело. В смысле? Ну у него сейчас гормоны там, вообще голова не на месте. Я отродился, мне батя посоветовался с мамой. Хожу сейчас, Айвенга. Погоди. Айвен, ты че, ты по паспорту Айвенга? Да. Я думал, это мы тебя так называем. Он же у тебя первый получается? Ну конечно. Назови Петр. Ты че, Петр первый, нормально вообще, концепция такая, хорошая. Нормально, слушай, а. Во, я и коляску купил, снаряд, для титра первого-то пойдет. Карета прям, смотри, операторская. Давай, снаряд, дара-дара. Государе. Простите, мужики. Алло. Да, понял. Прикиньте, двойня. Та-да-да-да. Давай, наливай. Так, подожди, подожди, подожди. Петр первый, а второго как назвать? А, слушай, да. Иоанн? Нормально, Иоанн второй, прикиньте, будет семья там, два папы. Прикиньте сразу. Да блин, ну как-то Иоанн Зайцев. Звучит-то так себе. Ну да, да. Айвенко даже лучше. Че, кто там еще у нас есть? Второй. Второй, ну че, есть еще этаж. Разряд. Давай-ка, своих родишь, потом будешь звать. Этаж, разряд, кушать. Во-первых, на второй этаж, тому разряд. Слушай, мне Иоанн нравится уже, я привык. Че, Петр? Иоанн? Нормально? Погнали. Держи. Давай, поехали. Алло. Да, спасибо. Тройня. Так, ну что, подожди, это че получается, с именами, концепцию какую придумать-то? А, давай это самое, назовешь их, я не знаю, там, Илья, Добрыня и Алеша. А, три богатыря. Таки, будут держать тебе, весь, весь будут район держать, вот так, в кулаке. Добрыня Никитич, а? Никитос, сочистом, прямой. Хорошо. Так, ну че? Ну не знаю, мужики, все-таки тройня, блин, че делать-то, ну? Че делать-че делать? Сапоги у тебя есть? Э, ты с ума сошел, я не пойду детей топить на речку, ты че? Да нет, сапоги у тебя есть, считай, тебе надо купить кота, осла и мельницу, и все. Не нужно непосредственно распределять под старость, когда они тебе с водой придут, к тебе, со стаканами. Смешно. Ладно. Слушайте, мужики, я уже боюсь убрать трубку-то. Аба, давай ты, а? Ну давай, давай, че. Алло? Спасибо. Понял, спасибо. Значит так, концепция меняется. Атос, Портос, Арамис и Д'Артаньян. Четверо? Да. И выпьем, наконец-то, Бургузского за четыре сына. Да. Одно тебе могу сказать, Зайцев. Ни с материнским капиталом, ни с водой у тебя проблем в старости не будет. Это да. Охренеть, блин, четыре пацана, а? Четыре пацана, это нормально вообще, я не знаю, отдашь их бетлом. Представляешь, я не знаю, какие-нибудь Олимпийские игры, там, сразу у тебя будет четверка эстафетная. Атос, Портос, Арамис, Д'Артаньян, Зайцев. Сколько у нас ментовок? Четыре. Сколько у нас штрафных кругов? Четыре. Губернию, с ума сариваться, с этим вот орать будет. Да, весело вам, я вас понимаю. Слушайте, мужики, я никогда так телефонового звонка не боялся. Алло? Да ты мой хороший. Рад вас слышать, уважаемый. Снужба безопасности банка беспокоит? Очень рад вас слышать. Все вам скажу, мужики. Скажу номер карты. Че там, дату вытащи скажу. С обратной стороны код. Только трубку не кладите. Пока я с вами разговариваю, мне из роддома дозвониться не могут. Слушайте, мужики, как у вас там дела вообще? Сколько вас в камере? Трое? Везет, всего трое. А, парни, слушайте, скажите, какие у вас там имена-то? Ну, кликухи ваши. Мне имя оригинальное нужно. Не, портос уже было. Да почему предъявляю? Ничего не предъявляю. Алло, не кладите трубку, а... Трубку бросили. Алло, передумали? А, да, понял, спасибо. Девочка. Девочка родилась. Девочка позвонила. Сказала, что родился пятый мальчик. Капец. Это уже... Это... Это уже не биатлон. Хоккей у тебя получается. А что, пять человек, хоккейная пятерка, нормально. Они нормально зарабатываются, кстати, да? Я говорю, миллионы. Хорош базарить. Все, собирайтесь, поехали. Куда? Ну, куда-куда, в роддом. Надо как-то это остановить. Как это остановишь сейчас уже? Ну, не знаю. Ну, начнем с простого. Там, горшочек не вари. Там уже дальше по месту сориентируемся. Погнали. Слушай, Серега, ты еще не брал. Может, у тебя рука счастливая. Слышишь? Алло. Че, еще один? Да ничего. Фух. Два. Да ладно. Это че, семь парней? Да. Хана тебе, Зайцев. Не хана. Ты, Никита, у нас, оказывается, не Зайцев. Ты у нас, Никита, Кроликов. Это не знаю, от чего ты умрешь. Ты захлебнешься. Смешно, да? Кошмар какой. Блин, мужики. Все, коньки твои долбаны. Да и хорош, коньки тут ни при чем вообще. Я вам смотрю, коляски закончились. Слушайте, парни, я не могу уже один это слушать. Давай, на громкую связь. Алло. Алло, Николай, здравствуйте. Здрасте. Это вас из роддома беспокоят. Тут такое дело, у меня просто с памятью после ковида не очень стало. Я забыла уже, что вам звонила, что у вас сын родился. Галочку не поставила и еще раз по ошибке позвонила. Класс. То есть, что? Простите меня, пожалуйста. Да ничего страшного бывает. У меня, получается, один сын, да? Почему один? Шесть. Это я только по второму вам два раза позвонила. Слушайте, мужики, неожиданно, конечно, но я как-то уже расстроился, что всего шестеро. Думал, куплю семь лавок, семерых по лавкам разложу. Ну ладно, что расстраиваться. Через год еще раз с Лариской попробуем. Ну давайте, за вторую попытку пройдем. А погнали. А через год в семье Зайцевых родилось еще шесть девочек. А почему вы в шапочке белочки? Потому что сейчас белочка в моей шапочке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Добрый вечер, да. А это мультипликационная студия? А это мультипликационная студия Алкарики. Я пришел на кастинг. А на кастинг кого? По мне не видно. Белочки? Нет. Белоснежки. Гномы у меня давно завелись. А я лечу с ними веселее. Почему вы в шапочке белочки? Потому что сейчас белочка в моей шапочке. Ну так получилось. Это еще хорошо, а мы с ней недавно штаны перепутали. Он с таким хвостом ходил. А как вы нас нашли? А я по трассе шел, шел, фура проехала и меня выдавила в обочину. А там труба. А я заметил, что там мультипликационная студия находится. Я к вам заглянул. Да, это у нас тут офис. Да, у нас тут прекрасно. Да. Может вам сайт сделать? Давайте я сам разберусь, когда мне сайт сделать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А вы что пошли? Вы хотите в мультфильмах сниматься? А вы какие мультики снимаете? А, вы знаете, у нас много проектов. Смотрите, алкарики на воздушном шарике. СВЕТИК СИНИЙ СВЕТИК Сказка о царе Алкани. СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА И БРАТЕЦ БУХАРУШКА Сказка о мёртвой царевне и семи фунфырях. В ЛИНИЕ БУХ И КОНЬЯЧОК АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, мне вот, ну, мне вот прямо, ну, все проекты нравятся. СЕСТРИЦА У меня, знаете, у меня на ваших произведениях у меня выросли... А, детишки? Не, печень и долги. СЕСТРИЦА Ну, здравствуйте, но мы же мультики снимаем цветные, а вы какой-то серый... Почему я синий? СЕСТРИЦА А где часто-часто вы синий? Ну, ну, чаще, чем серый. СЕСТРИЦА Слушайте, а кем вы работали? А я блогером был. СЕСТРИЦА У меня было три миллиона подписчиков. А сейчас вши. СЕСТРИЦА Ну, примерно столько же. СЕСТРИЦА И эти лайки по всему телу. СЕСТРИЦА СЕСТРИЦА А кто такие блогеры? СЕСТРИЦА Ну, это те, кто сейчас так выглядит. СЕСТРИЦА 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 Могу. СЕСТРИЦА 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 А на что он снимает? А он не снимает, он запоминает. СЕСТРИЦА 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 У него память хорошая. СЕСТРИЦА А если она кончится? А не кончится. Мы ему каждый день её табареткой форматируем. СЕСТРИЦА СЕСТРИЦА А он в 4К снимает или в HD? Не, в 3Д. У него один глаз минус 3, второй плюс 5. СЕСТРИЦА На выходе 3Д. СЕСТРИЦА СЕСТРИЦА Ну что, начинаем снимать это? СЕСТРИЦА Так, а вы дадите сценарий-то? Да, конечно. Вот, пожалуйста, читайте. СЕСТРИЦА Только, пожалуйста, поаккуратней, здесь на троих актёров. СЕСТРИЦА Александр Анатольевич, зачем вы снимаете зал? СЕСТРИЦА Зачем вы тратите память? Снимайте мультик. СЕСТРИЦА А какой мультик вы снимаете? Приключения Бухатина. СЕСТРИЦА СЕСТРИЦА Ярик, давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Международная космическая станция. Положите, что вы видите с орбиты? Мы видим Байкал и брови Ксюши Корневой. СЕСТРИЦА Что так не украшает женщину, как сильная и страшная подруга? СЕСТРИЦА Да нет, дома. СЕСТРИЦА СЕСТРИЦА Ё-моё! Ты что, в аварию попала? Чего? Что-то обруль шмякнулось, да? У тебя черные вот так брови и все. Да, нет, это я... Дай я вытру. Да нет, это не стирается. Это я татуаж бровей сделаю. СЕСТРИЦА В смысле не стирается? Ну, это типа татуировка брови. Хм. Татуировка? Ну, типа. Ну, как твоего батя здесь вот так солнышко, да, север. СЕСТРИЦА Такая же татуировка, только у тебя на бровях. СЕСТРИЦА Ну да, только коричневая. А чё ты брови? Колола бы, найдя, как вот так вот не будить. СЕСТРИЦА Спала бы в выходные сколько хочешь, я б тебя не вузил. СЕСТРИЦА А чё такие они жирные-то, толстые? А, я понял, вы на бровях уже написали не будить. Тебе не понравилось? И ты начала зачеркивать там, да, это со своим косметологом? Да ну нет, нет. Там они такие огромные, да? Нет, мастер решил, что на моем лице это будет пропорционально. Сделал вот такие. Кхм. Кхм. Пропорционально? Ну да. Ну прям золотое сечение, слушай. СЕСТРИЦА Ну да, ну. СЕСТРИЦА Ну так-то и плюсы есть, да, в этой ситуации. Понятно, что тебе на день рождения дарить. СЕСТРИЦА Кхм. СЕСТРИЦА Ах. Ну да, эти-то прям какие. СЕСТРИЦА Эти прям какущие. СЕСТРИЦА Международная космическая станция. СЕСТРИЦА Положите, что вы видите с орбиты? СЕСТРИЦ Мы видим Байкал и брови Ксюши Корневой. СЕСТРИЦА Господи, какая красота. СЕСТРИЦА И этому не про Байкал. СЕСТРИЦА Чего ты бесишь меня, а? СЕСТРИЦА Погоди, ты бесишься сейчас? СЕСТРИЦА Ну да. СЕСТРИЦА Не видно вот этого состояния, что ты бесишься. СЕСТРИЦА Ты чего себе еще лоб ботоксом обколола, что ли? СЕСТРИЦА Ну, чуть-чуть сделала, чтобы мимические морщины убрать. СЕСТРИЦА Ксюш, ты мимику убрала все вообще? СЕСТРИЦА Ты как медведь теперь, непонятно, ты злишься или довольная? СЕСТРИЦА СЕСТРИЦА Очень смешно. СЕСТРИЦА Блин. И вот снова непонятно, смешно тебе или нет. Ты просто, у тебя нет мимики. СЕСТРИЦА Так, а можно я лоб этот потрогаю? СЕСТРИЦА Ну, потрогай. СЕСТРИЦА СЕСТРИЦА Блин, ну классно сделали. СЕСТРИЦА Угу. Он такой, это тверденький, да? Да. Натянутый. Да. Как сиденье в тачке у нас. СЕСТРИЦА Хватит издеваться надо мной. СЕСТРИЦА А чё ты мне-то? Ты косметологу своему надо было вот это говорить? СЕСТРИЦА Ну хорошо, хорошо. Буду дома ходить в шапки, как низи. Вот так вот надену. Всё. Только глаза видно и всё. СЕСТРИЦА СЕСТРИЦА Погоди. СЕСТРИЦА Чё? Ты ресницы, что ли, сделала? Нет, это мои ресницы. СЕСТРИЦА Просто такие большие. Спасибо за комплимент. Пышные ресницы у меня. Просто кто-то невнимательный не замечал никогда. СЕСТРИЦА Ксюша Что? Тебе к врачу надо? Зачем? У тебя все ресницы на левом глазу. СЕСТРИЦА Блин, Лена. СЕСТРИЦА Капец. Так, сделанное. Давай это. Проходи. Маску снимай. У меня ПЦР свежий. СЕСТРИЦА Салат тоже свежий. Давай, давай. К столу. Не, я маску теперь вообще не сниму никогда. СЕСТРИЦА Не, 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 не. Не может быть. СЕСТРИЦА Не в один же день. СЕСТРИЦА Ты свисток качнула тоже, да? СЕСТРИЦА СЕСТРИЦА Все, будешь со мной на охоту есть. СЕСТРИЦА Чё? Такой Манок пропадает. СЕСТРИЦА Ну-ка ты можешь вот так.. Ай, блин, ну, Дали, ну, Дали, не смеши мне. Больно смеяться же. Господи. СЕСТРИЦА Чё, блин, стараешься для тебя что-то стараешься. Тебе не нравится ничего. Да не, нравится, нравится. Не нравится, я ж вижу. Не нравится. Да нравится, нравится. фу блин я так скажу мне натуральные вещи в твои больше нравились а вот это вот идея с увеличением всего она как бы вот мне не нравится ну то есть не нравится получается сколько это стоило тебе не понравится ну начальник подарил всем сертификаты в салон ну там по 2000 на каждой карте было но я добавила чуть-чуть ну сколько ну чуть-чуть добавила ну сколько ну 10 20 50 50 50 сразу что сразу 50 48 вот за это еще полтоса давать же надо девушки куда вы вообще катитесь всем все же делают эти губы себе все вообще вся россия чё началось то это какое-то силиконовое соревнование больше чё за ботокс на олимпиада то я не понимаю серьезно ксюша блин успокойтесь девушки все успокойтесь в этой олимпиаде уже не победить там пьедестал занят там уже давно шпак леонтьев и зверев понимаешь там уже больше чем у них ну не качнуть все ты понимаешь что вот этот вот это вот с этими губами вы все на одно лицо нет вообще нет то ё-моё вот смотри подруженьки твои вот наташенька ткачёва узнаешь я наташа да танюша секерина катенька розова твоя подружка да девочки красивые а это не они это просто фотографии из интернета скачал очень похожи с этими губами ты понимаешь качнула и все и пропала в девушке изюминка изюминки нет понимаешь ксюш блин ты сделала даже меня не спросила ну правда может не нравились вот эти твои изящные брови которые не какущие как выяснилось но твои мимические эти морщинки я шутил ты смеялась они появлялись сейчас вот улыбаешься их нет и губки твои аккуратненькие я же в них влюбился ксюш когда мы знакомились но ну не переживай изюминка вернется ботокс это ненадолго он рассасывается да да брови я сведу ресницы вообще сейчас можно снять вот все вернется а ну и само собой я тогда операцию по увеличению груди тоже отменяй да погоди не совсем правильно ты меня поняла вот это в принципе может быть изюминкой грыжа удалять надо а то растет и растет хоть что-то в нашем совхозе растет курицы гуляющие возле химкомбината несут разноцветные яйца алё а так а чё тут думать то мы готовы до всего принимайте заявку записывайте совхоз имени наталья рейра на через ах не перепутали участница марина говядина говядина они не говядина говядина овцы вишня яйца дрова и тмень и тмень навоз осенизация говядина чувствуете уже в самой фамилии победа все порядке иваныч ну чё за срочность а мне там быка привезли на полчаса тёлки совхоза имени наталья рейра марина говядина победительницы чемпионата по метанию коровьих лепешек какой коровяк вы чё меня спросить алё а чё спрашивать-то марин ты у нас так сказать ближе всех к теме победа практически в твоих руках но так вот именно я не хочу брать свои руки а вашу вот эту вот победу иваныч ты тоже молодец конечно вообще как мисс кукуруза так твоя дочь как лучше тракторист как твоя жена а как кровяками кидаться так пожалуйста марина говядина ты понимаешь потому что это честь а честь это долг а долг у нас миллион если ты говядина знаешь какой другой способ как там этот долг закрыть ну давай пожалуйста расскажи нам и вы все порадуемся что я не пришлось руки марать моисей чё молчишь то конечно не знаете дело в том что после обеда я воздерживаюсь об разговорах об долгах это пагубно влияет на обмен моих веществ если пополнение бюджета зависит от дальности этого полета коровяка то тут надо только мечтать об одном жаль что они летают сами сами не летают им надо помочь мариночка и прославить наш совхоз и тогда наш продукция отправиться не только в область но даже в китае а китайцы в миллиард представляешь миллиард маленьких китайских ртов пьют наше молоко и пока они там пьют наше молоко мы здесь на въезде в наш совхоз устанавливаем огромный плакат здесь живет и работает марина гавидина лучшая коровяка медчица страны и фото твое с золотым коровяком над головой самолеты привет гавидиной идут пешеходы привет гавидиной а если проиграем что знаешь проиграем наш совхоз еще не в одних соревнованиях не проигрывал так потому что мы нигде не участвуем и не проигрываем до отрицательной статистики не имеем а почему бы вам не оказаться на огромном плакате с коровяком над головой и надписью яков моисеевич лучший коровякометчик страны уважаемые в нашем совхозе марина это не мой конек я работаю не с дальностью с точностью и при этом если бы даже очень сильно захотел у меня бы ничего не получилось не моих правилах что-то бросать от себя даже эти ваши очень оригинальные спортивные снаряды но опять же если марина проявляет отрицательный интерес к этому мероприятию может быть вам иван иваныч нашему так сказать лицу совхоза стать нашими так сказать руками совхоза граждане вы знаете я ж до вас в любое полезу но я просто в этот день не могу у меня именно в этот день операция грыжа удалять надо то растет и растет хоть что-то в нашем совхозе растет у меня грыжа от нервов растет понимаешь что это такое то пустяковый вопрос а мы полчаса не можем решить кто поедет на этот вонючий чемпионат потому что у тебя уже пятая грыжа за этот год а ты мои понимаешь что слова денег не стоит однако время потрачено них денег стоит и предлагаю поэкономить энергию она нам нужно чтобы пережить неприятности какие неприятности а вот пожалуйста вот неприятности которые нас будут ждать если мы не будем участвовать в этих соревнованиях так так положение о чемпионате пять бросков так со своим снаряжением это я уже подготовил вот фу моисеевич давай к тебе поближе поставлю так сказать свои рядом со своими так вот там защитный спрей от мух так дальше победитель получает путевку в турцию так это не то стоп 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 но мои уши услышали такую приятность что отсутствие неприятностей могу и подождать какая-то дурная привычка никогда не говорить о вознаграждении так и чё там какой рекорд прошлого чемпионата 62 метра так 62 метра теперь когда мы имеем уже всю полную картину я готов взять на себя бремя прославление нашего совхоза яков моисеевич а мне казалось что вы говорили что ваш конек не дальность а точность мариночка 62 метра это достаточно точная дальность которой я могу поработать ну подожди иваныч же правильно заметил что я из нас всех ближе всех к теме я же каждый день сталкиваюсь с этими так называемыми спортивными снарядами да я же уже изучила их аэродинамику в конце концов мариночка ты же изучила аэродинамику от коровы вниз а надо-то от человека вперед коллеги давайте не будем спешить я как лицо ответственное за коллектив вынужден первым пройти через это испытание проверить что но не травмоопасно что судьи не подкуплены и в конце концов съездить в турцию чтобы убедиться что участников не обманывают с призом перед людьми и перед вами а как же грыжа которая растет не по дням а по часам марина я человек с твердым характером я могу силой воли рассосать любую грыжу у меня так уже было с аппендицитом и клещом слушайте но если у нас у всех появилось достаточно оснований принять участие в мероприятии давайте кинем жребий о яков моисеевич там на мероприятие не жребий придется бросать является отборочный турнир кто победит из нас тут поедет на соревнования иванович давай начинай такая я уступаю якова моисеевичу во первых он старше а во вторых у него скоро заканчивается рабочий день я продолжаю эту традицию и уступает участь марине во первых как выяснилось с помощью математики она женщина опять же у нее больше опыта общение с этими предметами подожди а как же первым проверить травмоопасность или чё грыжа еще не рассосалась давайте так стоп игра стоп игра и не жульничать это важный наверняка звонок тут везде камеры велосипедный заткнись алло ковыряйло слушает а что случилось ясно понял понял все скопытилась турция чего соревнование отменили соседнем районе коровиком прям в губернатора прилетела туда турция где куда делась путевка дали пострадавшим или что приз перенесли на другое соревнование поедание крапивы на скорость завтра вместо обеда отборочный турнир давай 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 вперед подожди подожди как же бык чё бы пока своими руками потом все будет хорошо поешь крапивы получишь быка нет надо было мириться с родственниками и уезжать отсюда обратно к ним в банк может тебе ремня дать чтоб ты лучше слышала ну дай у нас один на двоих ремень витька 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 иди сюда ты чё оглох что ли что ты раскомандовался я раскомандовался потому что я твой отец тебе ремня дать чтоб ты лучше слышала ну дай у нас один на двоих ремень сейчас я тебе ремня дам щас а где ремень то а нет ремня а я же и машине пристегался ты сразу не пришел когда отец зовет а то я ж в углу стоял ты ж меня в угол поставил так а за что ты стоял я забыл ладно давай тебя ж мать ставила придет спросишь как она придется так а что с ней наш магазин пошла так там же акция наш не скоро чё звал-то ты меня в общем сын такое дело ну мы с матерью вчера закрыли ипотеку все сына сейчас мы тебе можем уделять больше времени садись и тюнь так мне сейчас уже не нужно будет работать в шахте толкать вагонетки я могу заняться сыном давай показывать дневник может сразу диплом нет я не хочу пропускать ни один момент твоей жизни покажи дневник покажи прописи хочу видеть как ты палочки рисуешь до скольки считаешь то считаю до трех то это ночи все равно не могу уснуть а рисунки вот да вот у меня шумки мои так кладбище крематорий тебя надо к психологу вести такие рисунки рисуешь так это я у психолога и рисовал а почему он тебя заставляет такой рисовать так это кладбищенский психолог так ему там одному то на кладбище то скучно я к нему хожу на одноклассник вот и дневник так давай так хорошо 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 так а есть другой дневник это дневника вакцинации а кому нужен сейчас другой дневник сейчас все вот этот спрашивают я его с собой ношу везде сына а помнишь ты просился на карусели это когда 1962 это не помню сейчас пойдем на карусели сына я все откладывал откладывал а сейчас мы с тобой не хочу я батю на карусели меня и так всю жизнь вертели и пойду я туда сейчас ведь у нее я целый список нашел ты в детстве писал что хотел чего-то вот смотри чертово колесо чертово колесо я утром выпил зоопарк ты просился и в цирк да я это не надо я в собес хожу там и зоопарк и цирк в одном месте вот щенка ты просил чтоб за ним ухаживать вот я и сейчас хочу щенка только чтоб он за мной ухаживает машина с педальками сына о машина с педальками помню вот и что сынок машина с педальками я для тебя на сынуля а сюрприз сделал ну так хочу я с ней сейчас делать-то буду вози по двору это я 70 лет назад если на ней выехал я бы всех удивил а сейчас что ты сейчас всех удивишь так дальше горшок новый большой что-то с подогревом сейчас поваляться стекловать это да валяемся знаю где по крышам побежим сын нам по москва сити побежим патрон в костер бросим ящик прокатиться на горке стоя прокатимся здорово прямо сейчас и пойдем вставай сына я тебя сейчас одену чего это я тебя дену сейчас паду чтоб ты у меня не замерз так шапочка вот красненькая чтоб ты в толпе не потерялся у меня вот в ней адрес пришит чтобы если что ты там тебя или вот смотри в варежки на резинке это шо шубку надевай цигейка вую так давай я вырос из этой шубы у нас сынок вся страна выросла из этой шубы застегивайся застегивайся и шарфик сынуля сверху чтобы не надуло ну поздно уже ну я уже школу закончила институт я старый дед по разве ты не видел сынуля никогда не поздно уделять время детям потому что время проведенное с детьми лучшее время и чем раньше родители это понимают тем и счастливее у них будут дети пойдем прокатимся на горке стоя так у дым и пойдем давай я лучше сделаю то о чем мечтал всю жизнь чего проеду на этой машинке вот по двору ты меня толкай до горы все бабки удивились в чате просто тоже состою глазкало о вы были в милане я был в подольске мужик живущий с мамой женой и тремя дочками 23 февраля утонул в пене для бритья добрый вечер господа музыканты власти так давайте убирайте ваши телефоны и начнем репетицию так готовы ага начинаем извините я просто состою в чате лауреатов конкурса имени чайковского пришлось ответить так что прошу прощения я тоже стою в этом чате но я просто на беззвучке стоит этот чат потому что надоели все звонят звонят ну что ж давайте приступим итак с первой цифры начали сергей анатольевич что за ля-минор это не сергей анатольевич ля-минор это у меня звук в чате такой просто я в чате просто тоже состою в ласкало вы были в милане я был в подольске ласкал это глагол у нас там 8 человек шучу 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 я был милане милане прекрасно убирайте телефон давайте уже наконец начнем и так с первой цифры у вас что чайковский или ласкало да у меня гораздо важнее гораздо важнее здесь все не важно даже сейчас я отвечу быстренько сейчас 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 коллеги как пишется мормышка или мармышка мормышка господи уберите телефоны сказать по-другому до вас не достучаться так все убираем телефоны готовы начали с первой цифры век 21 эпоха общения все сидят чат тогда посинение шлют бесконечно туда сообщения лишь бы друг друга не видеть совсем чат доклада стиков чат одногруппников чат для друзей чат для сотрудников восемь различных родительских чанов от музыкалки школ и дзюдо чат тсжэ без членов правления чтобы обсуждать без членов правления что членов правления надо меня Чат дню рождения Игоря Заева Чат дню рождения Виталия Гасаева В общем, почти, что они идентичны В одном нет Виталия, в другом Игорька У каждого группа отдельно с друзьями Чтобы одними болтать с мужиками Ведь с голыми бабами сорок картинок Надо ж куда-то пересылать Если отправил ты что-то секретное И удалил сообщение запретное Есть всегда чудак, что успеет Сделать с твоим сообщением скриншот Но есть и влияние благоприятное Иметь нужна память невероятную Чтоб сообщение во ушлепок Выложить в группы, где его нет А в праздники страшные вещи случаются Аж в телефоне место кончается И после Пасхи сидишь удаляешь Крашеных яйцев 500 гигабайт С видосами тема отдельная тоже Что в какой чат выкладывать можно Здесь нельзя котиков, тут нельзя с матом Лишь видео дзюбы было везде Пасхи в этой песне поймете вы верно Множество чатов, конечно же, вредно Если хотите, об этом поспорим Вот, подключайте, создали мы чат Браво! Двея Анатольевич, великолепно! Но есть одна тема, что объединяет всегда И себе сердце, кто говорят Я за рулем, поэтому Сейчас надиктую Вращаюсь я на этой стюковине с дикой скоростью Значит, чувствую С правой ноги предательски Сандалия начала сползать А почему? Сандербежная сила? Нет, потому что у меня ноги разного размера Рыбак вернулся домой пьяным И уже там словил леща Здравствуйте, здравствуйте! Ты кто такой? Я, Сура Откуда взялся, Сура? Инопланетяне меня похитили Вот тут сбросили Что, серьезно, что ли? Да нет Просто проверял уровень вас и недоверчивости А, понятно Проверял уровень недоверчивости Что такое вообще? Откуда взялся? Чисто тебе ветерком принесло Тем ветерком, штиль с утра Это у вас вот штиль А у нас ветерок Аттракцион такой в парке Сиденья такие на цепочках В бешеной скоростью вращаются Да что ты гонишь до парка Четыре километра по прямой? Ну, я же рассказываю Вот, значит Вращаюсь я на этой стюковине С дикой скоростью Значит, чувствую С правой ноги предательски сандалья Начала сползать А почему? Сентробежная сила? Нет Потому что у меня ноги разного размера С правой чуть поменьше Вот пинный пополз Я, главное, вот так Большой палец на ноге сначала Вот так загнул Думал, зацеплю сандалью Нет, все равно ползет Думаю, ну ладно Отстегнулся Наклонился Сандаль поправил Выпрямляюсь Уже лечу Над лесом А почему? Правильно Вот здесь потому что Центробежная сила Лечу, значит Над лесом Смотрю Вдалеке пруд Думаю, ну ничего не сделаешь Надо тянуть до воды Говорю второму пилоту Леса, тянем до воды А какой второй пилот-то? Я же Беспилотник Все, вот так пизак расправил Лечу, как зырная белка-летяга Все, как мелочи из кармана Сыпется, птицы навстречу Смотрю, вода уже близко Думаю, ну лис бы Сразу глубоко За всякий случай кричу Всем приготовиться к удару И тут началось 38 блинчиков в итоге Все уже Потом уже просто дрейфую Вот так Пафор в руке Держу, чтобы не намок Бум Головой уперся В вашу лодку Ну вот так еще вкратце Псих Псих Да это хоросотство Сейчас еще лето А не зима Была бы зима Ты бы тут со своими друзьями Рыбаками сидел Возле лунок Я бы у вас тогда Как в боулинге Бам Встрай Брррр Все по еду тут И вряд ли вас бы потом Бозонька вот так Сверху собрал всех И вот так Оп обратно Установил как кегли Возле лунок Для второго самса Да Так все Я не псих Повезло тебе Потому что я зимой На каруселях Не катаюсь Во Ты что такое? Э Ты откуда взялся? Да что Тебя корейц послал? Вы что мне тыкаете? Я же с вами на вы Корейца говорю? Да какой корейец? Как он меня послал? Я по-горейски не понимаю даже Все Да ладно Ладно Ты что такой Напризонный то? Ты даже пойми меня Я залезаю в лодку Тут незнакомый человек Че я сразу Тебе правду расскажу? Конечно Про карусель Это чуз Че? Чуз Чуз? Чуз Мягкий знак Ну Сипуха А А Вот на самом деле Я с моста упал Не ну В смысле как упал Сбросили Кто сбросил? Ну все те же Которые меня в багажник засунули На мост привезли Кто такие-то? Да откуда я знаю Бородатые какие-то Ехали в черной машине Когда я им из маршрутки Язык показывал То есть все с моста сбросились За то что ты язык показывал? Вот и я удивился Главное этот пятилетний сопляк Который вместе со мной Им розы корчил Дальше И поехал с бабушкой А не с моста полетел Сейчас наверное сидит у бабушки Кусает оладуски Мелкие посрекатели Блин Так тихо Че такое? Слушай Я все рассказал уже 52 широты 25 долготы Загадка Вот такой у зены Вот такой середы Каравай Выдор слева в шестом Бобер справа в четвертом Слушайте Я на остановку Хожу мимо псих диспансера И Пушка на месте Сомневаюсь Честно говоря Пушка на месте Все нормально Никто тут не псих Все хорошо Да Все нормально Где? Где? А вижу Вижу Все И у друга у вас Которого вы видите То-то все нормально Таблеточки с собой у вас Принял О, молодец Хорошо Принял Все, сейчас расслабься Уснес Ты, кстати, пописал перед таблеточкой? Потому что я, когда первый раз Такие таблеточки пробовал Честно говоря Подмочил репутацию Все понял Выпускаю Эй, не надо тут ничего выпускать До Берега Потерпи Эй Ты ссасены с узкий Это что за лохнесская чудовище, блин Это что такое в это озеро Сливай, что тут такое водится Безовь Безовь, безовь, кукушка Щуку выпускаю Выдром, приготовимся Ведем объект ДА ДА Крючка Все, лев Можешь начинать трубалку Э-э-э, ты чё, псих? Ты чё делаешь, псих? Это ты псих такую здоровенную еду выпускать, ты чё? Ты псих, урод! Ты псих! Пусти рыбу, урод, мне её выпустить надо! Да всё, хорошее на сегодня добрых дел! Ты уже меня спас, не будем рыбу спасать, давай есть её! Да просто, что глумул! Чё-то ты сильно разговорчивый для Герасима! О, грязь! Что ж, Геннад? О, придурок! Гнездо, Гнездо, я Кукушка, я Кукушка! Всем выдром приготовиться! Щука отменяется, выдром приготовиться, на вас идёт касатка! Жирная, лысая, касатка в зелёном пиджаке! В разговоры не вступать, сразу глушить динамитом! Как вонили, приём! При-приём! Что-что со связью? Что со... Блин, рацию украл, урот! СМЕХ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот, значит, до второго 616, до третьего тоже 616 тысяч. Ну, а что думаешь? Что думаешь? Не верю я в эти пирамиды. СМЕХ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Средняя российская семья зарабатывает в 3 раза меньше, чем хочет, но при этом тратит в 5 раз больше, чем зарабатывает. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ма, ну что у нас каждый день перловка да перловка? Не хочу. Потому что папа у нас зарабатывает 20 тысяч не каждый день, а раз в месяц. Чего началось-то? Вся работа у меня такая. Чего мне делать-то? Чего мне делать-то? Вот, пишут, за второго ребенка государство уже 616 тысяч дает. Помнишь, что делать-то надо? СМЕХ Шестьсот шестнадцать тысяч? Пап, мам, я, может, пойду пару часиков погуляю? СМЕХ Сыночка, да какие пару часиков? Чего? Мы живем на двадцать седьмом этаже, просто вверх-вниз на лифте съезде и все. СМЕХ Чего ты начинаешь-то? Было один раз, господи. СМЕХ Хорош, я серьезно, вот, значит, до второго 616, до третьего тоже 616 тысяч. Ну, что думаешь? Чего думаю? Не верю я в эти пирамиды. СМЕХ Лопнет обязательно, останешься с десятью орущими детьми и без денег. Вот и все. А ты не останешься? Мать-одиночка. Чего? Вот, пишут, мать-одиночка получает пособие 5300 в месяц. Государство все для вас делает, только вы не пользуетесь. Вы эффективно разводитесь, и ты получаешь 5300 в месяц. Чуешь, чем пахнет? Чем? Скумбрия и к нашей перловке. СМЕХ Ну-ка, Бать, какие тут еще стартапы? СМЕХ СМЕХ Вот, значит, усыновление. СМЕХ Чего? А вот за усыновление 18 тысяч в месяц дают. СМЕХ Дед, мы и так с тобой в одной комнате. Ну куда там еще-то? СМЕХ А ты не спеши поперек деда. СМЕХ Что ты делаешь-то, дед? СМЕХ Да блин, ну больно. СМЕХ Учу тебя. Ты, значит, пишешь заявление в полицию, что тебя, мол, дома бьют. Они. СМЕХ Тебя забирают в детский дом, а они тебя обратно усыновляют. СМЕХ И вот тебе 18 тысяч! СМЕХ Чего ты гуляшом с подливой потянула? СМЕХ 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 Серега, ну-ка давай шагом марш в военкомат. Быстро, давай сам. СМЕХ Да ты че, подожди! СМЕХ Это имеется в виду, что есть военнослужащий, а у него есть ребенок. Аааа Атбой, сережка, сиди, давай, сынок, дуй военкомат, на сережку пособие получай! Ты-то че раскомандовался? Ты тоже военкомат идешь. В смысле? В прямом смысле. Тебе дадут пособие на него, а тебе на него. Давайте шуруйте в военкоматы, без 24-х косарей не возвращайтесь. СМЕХ СМЕХ И это самое, дед, медали, говорю, все свои одевай. И давайте в гастроном дуйте, оба. Ты сразу, без разговоров, сразу, без очереди лезь. Напрямую, так прямо туда, нагло. Ты начинаешь снимать, как только его начинают. Все, давайте, давай, все нормально будет, да? Это круто, круто, это реально работает. Это хорошая идея, внук. Давай, дед, погнали. Ну, не подведи. Че думаешь, сработает? Ну, а че нет-то? Ну, ты че? Дед, Прагу брал. Ну, слушай, совсем разные вещи. Одно дело, торт в кулинарии украсть. Ну, че? Че, че? Все как-то сразу не по правилам пошло. А че случилось-то? Да че случилось? Там таких продуманных, вон, полный магазин. Началась перепалка, все дерутся, матерятся. Ну, потом по видео посчитали, у деда на два матерка больше. Че, нам участковый штрафы выписал. В общем, мы в минусе пока. Классно. Девятый день перловки, да? Не, я девятый день перловки не... Давайте лучше, давайте лучше вакцинироваться. Ну, серьезно. Че, сработает? Серьезно. Сработает, думаешь? Ну, думаешь? Ну, мне кажется, да. Девятый день перловки, да. Давай еще раз разобьем в аду. Она почему не разбилась-то? Давай еще раз. Че, девса? Может, тебе действительно прет? Может, ты не в конце, может, в середине? Так, сейчас, вот этот трюк. Сейчас, и году мы ее поставим сейчас так. Давай. Конечно. Никто ж не знает, что... Ой, батя, батя. Сейчас весь зал должен... Вот так сделать. Давай. Слушайте, никогда так телефонного звонка не боялся. Да-да-да. Алло? Да ты мой дорогой. Уважаемый мой. Рад вас слышать. Служба безопасности банка беспокоит? Все вам скажу, мужики. И пин-код от карты скажу. Че там, дату вытащи, да, с обратной стороны код. Все скажу, только вы говорите со мной. Пока вы со мной говорите, мне из банка дозвониться не могут. Ну, че, расскажите, сколько вас там? Максим, переговорите, пожалуйста. Откуда тебе не могут дозвониться? Из роддома. Лариска твоя по телефону. Лариска твоя уже. С ума сходят. Из роддома не могут дозвониться. Из роддома не могут дозвониться. У тебя, видать, крыша-то вообще поехала. Коммера, блин. Вот эту фразу переговори всю, давай. Звони. Калуга. Давайте телефон зазрит, и вы зааплодируете и зажжете. Не сейчас, а когда он зазвонит. Сделайте, как он просит, он сейчас в таком состоянии. Калуга, давай. Алло, передумали? Алло, Николай, здравствуйте. Ты-то куда? Палки-палки. Давай, давай еще раз. Отпусти, че-то не пошло дело. Камылану держите, рот ей, кляп потуже. Я уже дождаться не могу. Ведь я, как лицо, ответственное за гри... Ведь я, коллеги, извините, усы мешают говорить, но ничего... Пососать сосульку. Это я забыл совсем. На, соси. А может, я ее погрызу лучше? Нет, не надо. Чем ты от остальных подключаешься? Ты на что намекаешься? Че писал, то и делай. Вот, значит... Я к вам на касте... Вы знаете, проблема, вы забыли и не надели весь реквизит, нужный для этого номера. Я предлагаю вам уйти и надеть то, что надо. Извините, мы просто в таком состоянии, что не до конца это, как бы, отслеживаем реальность. Вообще... Извините, ради бога, великодушно, простите. Ну, бывает, торопились и, правда, человек забыл. А ты сейчас не по номеру идет, я просто время тяну. Хочу, я схожу в зал. С вами познакомлюсь, пока он там забыл. Знаете, пойду. А? Спи? Как спи, блин? Тут не неправильно, у меня устраивает. Нет, я сам штангурки. АПЛОДИСМЕНТЫ Не, ну, по-насчёт сайта, дело хозяйское... Да, я грубо вам разберусь, я как бы... Просто я хотел помочь... Да нет, нет, спасибо. Вы... Себе бы шапкой помогли вначале... СМЕХ А так-то я уж это... Шапка... Я шапки, а вы как? СМЕХ СМЕХ А-а-а, у меня друзья там сидят, у меня... СМЕХ СМЕХ А-а-а... Да... Да... Тоже с Белочкой дружат... СМЕХ 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 А тут многие дружат, просто не сознаются... СМЕХ СМЕХ А-а-а... 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 Ко многим приходило... Это мы с вами не стесняемся... СМЕХ А-а-а... Что-то такие блогеры... СМЕХ 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 А-а-а... Это кто такие блогеры... Я не знаю... СМЕХ СМЕХ Исчезли как класс... Слава Богу... СМЕХ СТЁРлись между пластов культуры... СМЕХ 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 КОНЕЦ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во время зомби-апокалипсиса у многих женщин ничего не изменится. Они как ели, так и будут есть мозги. Сексологи доказали, что поведение человека за столом можно легко проецировать на его поведение в постели. Как человек ест, так он и занимается любовью. Ерунда какая-то, а? Да. Ну что, какой человек в постели, так он и ест. Ну что это такое? Слушай, а я вот полностью согласна. Например, у меня Даня любит, знаешь, вот такой вот педант на кухне и в постели. Ну, например, он любит красивую сервировку, кружевные салфетки, свечи, есть не торопясь. У меня тоже, Коля, как бы гурман, можно сказать. Ну, мы и в ванной ели. И в машине тоже. Недавно пикник устроили. Прям на полу, на пледе, да. Не передашь конфетку мне? А, да-да. О, Иланка, привет! Привет, Коль. Галя, жрать хочу. Что жрать-то? Ну, кушать, Коль, кушать. Не, кушать я всегда хочу, а сейчас я прямо вот жрать хочу. Да ну, Коля, ну что ты? Какой он у тебя прям дикарь. Ну, просто позавтракать не успел. А мы вот с Даней регулярно завтракаем, да. Так, Галя, Коль, что, растолкаешься, что ли, утром? Самому приходится на скорую руку. Коль, ну что ты руками-то? Ой, руками вкуснее. Ну, ну, и вилку мыть не надо. Ох, я жирненькое люблю. Понятно, почему ты жирненькое, Коль, любишь. Не такая уж и жирненькая, что вы-то. Коль, ну что ты такая с голодного края-то, ну, серьезно? А я с голодного, я с завода. Там 50 мужиков голодных целый день, они только и думают, лишь бы пожрать, что ли. Ну, сейчас за столько ешь нормально, что ты. На, супа, супа налью тебе. Галь, ну что ты там черпаешь эти остаточки? Ну, давай мне кастрюлю, ну. Да, ну, Коль. Я эти кастрюлю поем. Ну, этикет же. Что? Ну, где этикет? Ничего, этикет. Все нормально. Так, давайте мы, наверное, утром, чтобы, ну. Ой. Галь, ну что, опять криворукая, что ли? Чего? Ну, последний раз мы со свечкой ели, когда это фен в ванной утопило. Во-первых, не я, а ты. А во-вторых, мы месяц без света сидели, только потому, что ты руками своими мокрыми в щиток залез. Нет, не надо мне тут. Так, давайте. Оп. Ну, давай тогда соточку налей. Соточка-то с чего вдруг? Ну, а что, сиди, музыка такая, как на поминках. Так. Не надо ничего. Едой нужно наслаждаться, Коля, наслаждаться. Да. Ну, каково наслаждение? У меня с армии установка, надо уложиться в три минуты. Стремительный у тебя, Николай. Зато аппетит хороший. Ой, Данечка, привет. Привет, Галин. Колек, здорово. Я опоздал на три минутки, извините. Ох. Ну, вроде ничего не пропустил. А я как раз в три минуты уложился. Че, Коль, второй-то будешь? А нет, пока так, по серому. Да. Да первая-то поел, и слава богу. Дань, тебе котлетку давай положу. Вот с этим самым. А давай мне вторую тоже. Держи, держи, держи. Ах, обожаю эти котлетки. Спасибо. Данечка, а ты что-то не ешь-то почему? А я что-то не голодный просто. Не голодный? И часто он у тебя не голодный? Да я просто на работе поел. Меня Оксана угостила. Какая Оксана? Викторовна. Мы постоянно с ней на работе кушаем, обедаем. Че, ты мне никогда про эту Оксану Викторовну не рассказывал? Ты не спрашивал? Мы постоянно с ней, она меня подкармливает. Много не указывает питание. Я в твои годы в три горла ждал. Смотри, я молодой был, мог вообще все жрать. Все подряд жрал. Давай помогу. Давай. Да не надо, он сам может. Ешь, говорю. Ну, попробуй хоть. Давайте попробуем. Какая котлетка сочная. Я говорил тебе. Дань, да она просто жирная. А мне вот такие нравятся. Жирненькие. Меня Оксанка на работе такими кормит. У нее мужик-то без зубы, он не ест ее стряпню. Она мне все волокет, вот эти булки, котлетки. Короче, неплохо живем. Вставай, домой пошли. Да ну че, пусть поест нормально человек. Домой пойдем, дома доест. Да? А ты мне рецепт этих котлет сбрось. Обычные котлеты. Просто готовить надо с любовью. Да, я просто пальчики обрежу. Давай, Данечка, давай. Спасибо. Ой, че, Коль, добавочки положить тебе? А какая добавочка? Где сода? У меня есть сжога от твоих котлет. Господи. Слушайте, мужики. А поехали кататься на этих, на оленях. Не-не, фельдские метеорологи нам второй раз дверь не откроют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Плохой метеоролог опоздал на работу из-за внезапного дождя. Так, погода. Термометр показывает минус 8. Васильевич, высунь руку. Ну, че там, че думаешь? Ну, думаю, где-то минус 4. Ага, по ощущениям минус 4. Ветер. Ветер, да фиг знает. Ветер от нуля до 150 метров в секунду. Что еще? Да вижу, облако. Похожее на бабу. Ага. А не, это облако, похожее на мужика. Облачность переменная. Слушайте, мужики. А поехали кататься на этих, на оленях. Не-не, фельдские метеорологи нам второй раз дверь не откроют. Так, 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 внимание, коллеги, внимание. Пробит защитный слой атмосферы. Кто пробил? Ну, походу, менты. Менели пробить по базе, но, как всегда, перепутали. Помогусь. Глупости не говори. Что там происходит-то? Что там? Ну, и на нас идет огромные силы. Циклон. Просто огромный. Насколько мощный циклон? Ну, мощный. Настолько, что может стереть с лица земли нос. Нет, бедная Грузия. Причем есть Грузия? Нос земли Америка. Почему это? Суют себя везде. Так, все, прекращайте, мужики, блин. Ситуация вообще аховая. Давайте, надо всем об этом сообщить. Саныч, давай по спецсвязи сообщай там в центр. Так. Алло, 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 алло. Да что ты? Алло, алло. Алло, алло, алло. Связи нет. Оборудование вышло из строя. Из-за циклона. Что делать-то? Что делать? Так, Андрей, слушай меня. Значит, тебе нужно дойти до вертолетной площадки. Значит, там стоят лыжи. Встанешь на эти лыжи, доедешь на них до аэродрома. Там стоят салазки. Сядешь на салазки и съедешь на них с горки обратно сюда. А зачем мне все это делать? Просто развейся. Ты какой-то напряженный. Слушайте, слушайте, слушайте. А давайте голубя почтового отправим в Москву, а? Почтового голубя. Они же, почтовые голуби. Они холодно не боятся. Так, все, голубь мой почтовый. Давай, все. Лети в Москву. Передай, что идет циклон. Понял? Если все понял, молчи. Все, он все понял. Да ничего он не понял. Голуби всегда молчат. Да все я понял, поэтому и молчал. Что, это говорящий голубь, что ли? Не время удивляться. Сам офигел. Все, давай. Лети. Как думаешь, сколько он лететь будет? Долго. Всего до 5 метров он пролетел. Погодите, а может мы это... Может мы до Москвы на ездовых собаках доедем? Еще раз говорю, финны нам больше не откроют. Все, дело. Слушайте, слушайте, я, 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 я проберусь в центр циклона с динамитом, взорву его и уничтожу циклон изнутри. Молодец. Делай, делай, делай. Да я пошутил. Не шутки, ты что? Да это невозможно. Это червезные вещи, все возможно тебе. Да ну... Ты герой. Вперед, вперед, делай, делай. Ну тогда я оседлаю циклон и буду скакать на нем, пока он не сдохнет. Иди, иди, делай. Это что, серьезно что ли? Да, делай, делай, делай. Да подожди, да я пошутил. Я тоже. Вот и посмеетесь вместе. Еще у кого-нибудь идеи есть? Нет. Ни одной в голове пустота. Я победил его. Кого его? Меня. А с циклоном что? Блин, про циклон-то мы забыли совсем. О, совсем близко. Подожди, чтобы победить циклон, нужен антициклон. Антициклон, это циклон наоборот. Нам нужен No Kids. Вы слышали, что говорит начальник? Срочно дайте ему таблетки, а то ему плохо. Погодите, циклон это воздух. Так. А антивоздух это худзов. Звучит как городок какой-то, я не знаю. Вот, нам нужен коренной худзовец. Ребята, а реально, есть у кого-нибудь таблетки, а то мне все хуже и хуже. А погреватель, мы же совсем забыли. Вот, тепловентилятор. Подуем им на циклон и согреем его, и он умрет. Да сюда, это мой тепловентилятор вообще, погреватель. Я им на ноги дую и это самое, вот. Ну, жлоб ты, Саночек. Зато не чихаю никогда. Вот, правду говорю. Так, слушайте, так я понял, почему связь-то не работает. Мы трубку обратно не положили. Вот, смотрите. Оп. Ну, я же говорил. Сейчас, аккуратненько. Алло, Москва? Код 485. Код 485. Что это за код? Это код с оборота моей карты. Они там спрашивают. Они хотят кушать. Хватит кормить Москву. Ты с ума сошел такое в Москве говорить. Алло, Москва. Мы отправили к вам голубя. Что? Вы отправили к нам голубку? Вы серьезно? Вы представляете, что будет, если они встретятся? Они же сшибут друг друга. Получается, вся надежда только на нас? Они говорят, что только мы можем спасти мир. Все, хватит жевать сопли. Короче так. Я возьму пылесос. И засосуем циклон. А я возьму свой обогреватель. И дам тебе. И пусть у меня ноги простынут. А ты уничтожишь циклон. На, подержи. У тебя руки свободные. Мне кажется, у меня тоже есть одна идейка. Алло, Москва. Когда к нам придет новое оборудование? А? Ага. О! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что? Что они говорят? Они гонят пургу. Это то, что нам надо. Гнать пургу. Ребята, давайте все вместе. Бери телефон. Москва с нами. Так, так, так. Попробуем! Победа! Победили! Саныч, ну все. Передавай в Москву, что российские метеорологи в очередной раз спасли мир. Не надо. Герой никогда не говорит, что он герой. Передавай в Москву. Погода хорошая. По ощущениям отлично. Слушайте, мужики, а вы заметили, что там у финских метеорологов циклоном дверь оторвало? И что? Стучаться не надо. Вы же не сразу на оленях кататься. Ага. Крюша, холодец. СМЕХ Ты что, где-то на балконе ночевала у кого-то? СМЕХ СМЕХ В телефонной книге Дарьи Донцовой в конце убийцы. Дань. А? Почему у тебя в телефоне записано, как жена Ксюша бывшая? СМЕХ Так это, ну, я же... Что это? Ну, ты же, когда второй номер-то завела, говоришь, старый не удаляй, вот я записал, как же жена Ксюша бывшая. Ну, типа, бывший номер. А, бывший номер. А сейчас по-другому записано? Сейчас вообще по-другому, да? СМЕХ Жена Ксюша не брать? СМЕХ Что не брать? Замуж не брать? С собой не брать? Что не брать-то? Ну, да, да. Не брать на рыбалку, не брать в гараж, не брать на охоту. СМЕХ СМЕХ Ну, если я на рыбалке, на охоте или в гараже не брать трубку... СМЕХ Да. А ты что, в телефоне шарилась, что ли, у меня? А? Нет, нет, нет. Что нет? А где ты, как ты узнал? Я программу установила. Тут можно посмотреть, как ты записан у других людей. Серьезно? Да. Серьезно? Да. Это вот... А, это твой списочек, да? Ну, да. СМЕХ Что там? Ксюша, холоднец. СМЕХ СМЕХ Ты что, где-то на балконе ночевала у кого-то? СМЕХ СМЕХ Танцы живота какие-то, а у меня... СМЕХ Да, это Надя меня так записала. Я ей рецепт холодца отдала своего. СМЕХ Чего вы думаете? Ну, все понятно, мышца тулая. СМЕХ Нет, ты реально у кого-то так записывала? СМЕХ Мышца тулая? Мышца тулая, прикинь? Это у кого? СМЕХ Не знаю. СМЕХ Что это? СМЕХ А, это Таня, наверное. А, так это подружка твоя. Танечка тебя так записала. Змеюка, да? Вот это вот. Ну, она типа так обозначила, что тебя переваривает. Ну, типа, змея переваривает мыши. В принципе, общаться можно. Да нет, я вспомнила. Остеопат меня так записал. Ну, сутулая. Ну, он мне спину исправлял. Не, ну, сутулая, понятно. А что, мышь-то? СМЕХ Ты б слышал, как я у него пищу, когда он меня мнет? Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Пи-пи-пи-пи-пи. Он что тебе мнет? СМЕХ Спину он мне мнет. Надо сходить к твоему остеопату. Сходи, это больно очень. СМЕХ Что там опять? СМЕХ Что? Вон, Ксюша, пачка. СМЕХ Это типа то, что квадратное лицо. Пачка типа. СМЕХ Не, надо уточнять просто, пачка пельменей там или пачка майонеза. Что? Что? Что за пачка? Даня, я Катину пачку балетную через интернет продавала. Ну, кто-то записал меня так. А, пачка балетная. Ксюша Даня. Ксюша Данил. Поняла, да? Все тебя ассоциируют со мной. Ну, Ксюша Данил, он... Без меня нет тебя. Ксюша Шпала. Ксюша Картавый. Ксюха, я не понял, а что, у тебя кто-то есть, кроме меня, что ли? Ты с кем-то по гостям там ходишь, что за... Нет, только ты у меня, ты что? А что за Картавый? Только ты, Дань. Это что получается? Я Картавая Шпала? Я так не считаю. Ты трубку не бери вот с этих номеров, если будут звонить. Ладно. Чего? Ксюша Пушнина. Это что такое? Я так вот твои усики под носом увидел. Так это надо тоже точнее записывать. Ну, типа, Ксюша Сталин. Ну, там, что-то. Или Ксюша Чапаев. Моя девичья фамилия Пушнина. Тут-то Пушнина. Пушнина. А, типа, ударение. Ты такой смешной у нас такой весь. Давай посмотрим, как тебя записывают. Меня? А что меня смотреть там, понятно? Данил Владимирович? Так, ага. Ну, или там Даня. Ну, или там в детстве там меня мозг звали там. Ну, я типа. Или Решала. Да ладно. Ну, я задачки решал там хорошо. Ага. Ну, сейчас посмотрим. Или профессор там тянется тоже с детства. Сейчас посмотрим. Во. Даня не брать. Достал кого-то конкретно. Да не, это на заводе мужики записали. Они за добавкой за пивом идут. Я говорю, мужики мне не брать. И все, они мне так, видимо, там, да. Даня не брать с собой. Даня заколебал. Даня тошнотик. Хватило пиво-то, да? Такое вообще всего раз было, чтобы там стошно... Ну, я куда... Идиот из второго цеха. Че ты ржешь? Я-то из третьего. Я во втором цехе реально уже лет пять не появляюсь. Ну, вот, пожалуйста, идиот из третьего цеха. Даня просрочка. Даня просрочка. Три раза Даня просрочка. Ты че такое? Ты че, долги опять брал, что ли? Кредит брал? У тебя есть банка, вот люди записывают. Нет, да, это с завода, мужики, я понял. Это просрочка, они меня, да. В смысле? Да, я-то в общей раздевалке, в общем, на обеде контейнер, ну, открыл свой, и котлетка задохнулась там. Ну, вот они там просрочка, просрочка называют теперь. Просрочка. Даня конь. А, да, я поняла. Это когда ты в пандемию сидел полгода дома, не стригся, и на работу на завод пришел с такой гривой в отдел кадров. Чего? Даня конь, это потому что я в шахматы хорошо играю. Я на заводе всех шахматы делаю. Короче, берешь коня на F3, потом на G5, и потом ставишь вилочку, пешку забираешь на короля и ладью. И-и-и-и-и. Ха-ха-ха-ха-ха. Кажется, я поняла, почему конь. Даня, алимент? Это что такое? Ты кому алименты платишь? Ты что? Да, проехали. Давай дальше. В смысле проехали? Ты кому алименты платишь? Почему я не знаю про это? Ксюша, я не хочу об этом. Я хочу. Даня, алименты, это что такое? Да я у бати так записан. Чего? Он считает, что я должен ему вернуть все алименты, которые он матери все эти годы платил. Ну-ка дай я гляну, что вообще там такое. Чего за... Данила душнила. Душнила. Чего вообще такое? Душнила. Ну душнила это типа душный человек. Я знаю, что такое душнила. Занудный типа. Да, я знаю, что такое душнила. Душнила это человек, который заполняет своими проблемами все пространство. Да, это душнила, да. Ну да. Но если взять Ожегова, у него в словаре вообще нет такого определения душнила. А Даль классифицирует душнилу как человека, который вызывает тоску и раздражение. Вот у меня вот такие люди вызывают тоску и раздражение, которые не знают, что слово значит, знаешь, и записывают. Если ты не знаешь, ты возьми, набери меня, я тебе объясню, что такое душнила. И ты уже потом запишешь. Есть хорошая русская пословица. Говоришь, на меня переводишь на себя. А если вот так... Даня, 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 у меня уже тоска и раздражение. Ну, хорошая. Заколебал. Погоди. Это что, я у тебя душнило записан? Нет, нет, ты что? Показывай телефон. Нет, нет, да не у меня ты что, не у меня. Так, я набираю, показывай мне экран. Показывай экран. Вот, вот, Даня. Даня душа. Даня душа записана. Что за душа, блин? Ну, типа душа, душа моя. Душа моя. Кто звонит там? Кто? Мать душнило звонит. Алло. Да, мам. Слушай, она занята сейчас, да. Она через часик мне перезвонит. У нас скандал просто сейчас, да. Молодой человек, вы позвонили в фирму «Трезвый водитель». На данный момент в нашей фирме я самый трезвый водитель. Молодой человек, вы понятимете? Нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. Да, а почему я до вас дозвониться не могу? Что? Потому что я звоню по спичченному коробку? Ну и что? А я везде по нему дозваниваюсь. Ну и что ж на Новый год? Девушка, в Новый год большинство людей звонят по спичченному коробку. Дозваниваются, да. А некоторые даже по ладошкам и то дозваниваются. А я на вас жалобу напишу. Да. Где, где? В лифте. После этого вас ни один лифт не пустят. Будете 9 этажей терпеть. Здравствуйте. Вызывали? Да. А вы кто? Угадайте. Я много кого вызывал. Ну угадайте тогда. Дух Сталина? Нет. Дождик? У-у. Запион? Нет. Ириска? Нет, не риска. Тогда не мешайте мне, я их всех жду. Скажите, вы заказывали услугу «Трезвый водитель»? Да. Вы водитель? Да. Знаете, как меня водит? Только вы же пьяный. Молодой человек, вы позвонили в фирму «Трезвый водитель». На данный момент в нашей фирме я самый трезвый водитель. Ну, если я еще чуть-чуть постою в тепле... Так. А прицел вызывает другого водителя. Более трезвого. Ну, там та же схема, что и со мной, так что вы решайте скорее, поедете или нет. А как называется ваша фирма? Аксинячок. У вас что, это, ООО, что ли? Нет, у нас ОГОГО. А иногда эти дей... А бывают ЙОХОХО. А вы чего не выходите? Я вас жду-жду. Так мне скажешь, что я по коробку не могу за вас дозвониться. Это какая-то ерунда. У меня ваш адрес на моем коробке высветился. Ну, чего вы так долго шли-то? Так как у вас крышка люка примерзла. Я его пока ломом осковырял. Так, ладно, давайте к делу. Да, деловые люди. У вас в машине есть детское кресло? Я просто из-за взрослого выпаду. Ну, так, конечно, есть. Конечно, есть. Я там вожу самое дорогое. Ребёночка? Нет, ананас. А зачем вы в него возите ананас? Да, я пробовал, чтобы меня ананас возил. Не получается. Он плохо водит. Получается, вы в детском кресле возите ананас? Да, я вожу. А ему просто дома скучно. Не, я с вами и не поеду. Интересно, почему это? Да вы пьяный. Ну, может, я чуть-чуть выпивший, но это вообще бухой. А я-то как сюда приехал. Как вы, интересно, сюда приехали? Я бы рассказал, если вы помнил. Хорошо. А ремни безопасности у вас есть? Да, ремни безопасности, конечно, есть. И сиденья нет. А ремней полно. А почему у вас машины без сидений? А что там рассиживаться-то? Вы пока там в ремнях будете разбираться, какие безопаснее, мы уже и доедем. У вас с друзьями гречники не тормозят? А, я не знаю, может, и тормозят, я не вижу. У меня вместо лобоухи фанерка. А зачем вам поехать? А я стекло выбил, но запотевает постоянно. Это мешает водить просто, когда запотешит стекло. А вам куда надо ехать? Волкомаркет. Без проблем, только там услуга отреза водителя заканчивается. Все, долго я у вас стоял. Меня немножечко развезло. Я вас предупреждал, я вас не смогу отвезти. Нам нужно вызывать другого водителя. Более трезво. Так может быть, нас отвезет ананас? А? Ну, вдвоем-то мы его уговорим. Знаю, давайте попробуем. Ананас Анатольевич! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, вот это, да. Это вот он у вас в детском кресле ездит? Да. Интересно. А почему он вам так дорог? А у него скидочная карта в бело-красная. АПЛОДИСМЕНТЫ Почему у него, так говоря, ананас? А у него кончики волос секутся. А в ананасе много керамидов. Получается, что у нас ананас повезет? А что такого? Вы же летом на банане катаетесь. А ананас, Анатольевич, вообще он машину-то водит, нет? Нет, у ананаса Анатольевича права категории К. АПЛОДИСМЕНТЫ Картонка. Что-то я побаиваюсь с ананасом, Анатольевич. Все-таки гололед. А у него зимняя картонка. Кстати, вы зря боитесь. В Новый год на дорогах одни ананасы Анатольевича. АПЛОДИСМЕНТЫ Какой все-таки сказочный праздник это, этот Новый год. Только в этот праздник самый трезвый водитель это ананас. Сиденье все же, ананас Анатольевич развезет сейчас. Сиденье. Ананас Анатольевич. Мне на заднее сиденье? Конечно. Я же говорю, нет сиденья, а ремни есть. Ананас Анатольевич, в Чебоксары. Поаплодируйте в зале, пожалуйста, те, у кого есть шторы. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не еду с собой. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, с сегодняшним выступлением мы отплываем цикл песен, которые посвящены предметам. Дело в том, что про все семейные отношения мы уже спели, про всех родственников спели. Остались вещи. И сегодня мы исполним песню про самые, может быть, милые и трогательные предметы. Это шторы. АПЛОДИСМЕНТЫ Поаплодируйте в зале, пожалуйста, те, у кого есть шторы. АПЛОДИСМЕНТЫ Я имею в виду с собой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Друзья, мы перестали носить с собой шторы. АПЛОДИСМЕНТЫ За окнами шторы, немые дозоры скрывают от мира наш грех и позор. Бесхитростный гаджет, висит он на страже интимности нашей и тайных страстей. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 С одной стороны вы глядите на звезды, мечтаете к ним полететь. Другой стороной на пьяные ссоры вынуждены смотреть. Слева стена, с опавшей звездкой, справа убогий комод. Сверху крюки ваше тело пронзили, а снизу унизил вас кот. Чёрный, не чёсанный кот. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Жирные руки об вас вытирали подчас Ночью замкнетесь в любовном порыве Людей защищая от бурь К утру распахнетесь и плодом любви вашей С нами останется тюль Плод любви вашей тюль Плод любви вашей тюль Плод любви вашей тюль Сегодня когда вы вернетесь домой Вы с другой стороны посмотрите на уже ваших друзей На шторы На следующем концерте мы исполним песню Которая посвящена нашим милым Душесчипательным предметам Это бельевые прищепки Спасибо, не пропустите АПЛОДИСМЕНТЫ Все нормально будет Я очень надеюсь Иначе твое лицо первым оценит мой новый маникюр АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сын принес из садика одно матерное слово А унес обратно два Так Валера, дома остаешься с детьми один Квартира в идеальном порядке И да, в холодильнике Я ногти сделаю и вернусь Все Все, иди, не парься Все нормально будет Я очень надеюсь Иначе твое лицо первым оценит мой новый маникюр Мам, а можно ко мне друг придет? Да сейчас Твои друзья это запрещенная организация На территории нашей квартиры А кто мне поможет математику решать? Ну вот папа же дома остается Это понятно А математику кто решать поможет? Папа и поможет Мама, мишке костыли нужны Да, и с дочерью поиграй в доктора, пожалуйста Уже ни одной игрушки живой не осталось в доме Все Валера, дома идеальный порядок Я надеюсь, что с детьми ничего не случится А за меня ты не переживаешь Если с детьми хоть что-нибудь случится Я за тебя очень сильно начну переживать Все Давай Так Значит, слушайте меня внимательно Сейчас поступим как взрослые Че, кинем друг друга? Нет Будем каждый тихонечко заниматься своим делом Ясно? Маша будет, значит, зверей лечить Витя уроки учить Ты Я друга позову Нет Нет Ты че, не слышал, че мама сказала? Слышал Но ты же у нас главный-то Ну, позови Только тихонько Чес Ой, запарился я вообще с вами Отдохнуть, что ли, сразу А для этого у меня есть мой бокс Партнер бокса И мои вкусные морские друзья Пап Помоги с задачей разобраться Давай, неси сюда, что у тебя там Вот, 83-й Ну, читай На льдине было двадцать пингвинов На льдине было двадцать пингвинов Кусок льдины с двумя пингвинами откололся Его унесло в море Сколько пингвинов осталось на льдине? Ну, Вить Двадцать минус два, сколько? Восемнадцать Ну, правильно, а что ты ревешь-то? Я тех двух пингвинов жалко Витя, пожалуйста, не занимайся ерундой, давай Иди, учи дальше там, решай Математика убивает пингвинов Да Папа А? А у тебя что болит? У меня вон Витя, доченька, болит Давай тогда мы тебе поставим витамина Иди вон, Мишки, поставь мешанины О, ты ко мне Здорово, чел Здорово, чел Нифига себе Здрасте Здрасте И сколько челу лет? Четырнадцать Я не про то, сколько сидел Падаю на диван, чел Так, о Итак СПА готово Так, дорогие друзья, давайте Проходим по одному Не слипаемся Угу А, проверим, решил Витя, давай, мне некогда Неси сюда И мне надо креветки мешать Дядя чел Да? Давайте я вам голову проверю Зачем? Мама говорит Всем Сереженым друзьям Голову проверять надо Реально? Тебе да Так, давай, че у тебя тут Ответ На льдине осталось Восемнадцать Равнодушных пингвинов Витя, каких равнодушных? Это пингвины Они плавать умеют Они уже, наверное, приплыли Обратно к друзьям На Приплыли? То есть, правильный ответ Два с пингвинов поставили? Правильный ответ Восемнадцать Витя, это Математика Это не Титаник Тут никто Никого спасать не будет Пожалуйста Все, давай Витни Ой Сережа Тебе поставить укол? Слышу Тебе реально Не сестра А медсестра Опа Здорово Чел Здорово Чел Здорово Чел Здорово Чел Сережа Я же тебе Одному другу Разрешил Ну, правильно Вот этого Которого мама Не разрешила А вот этого То мама Разрешила На безопасный Мэээн Сомневаюсь, конечно Ну, ладно па дай денег на такси до антарктиды витя денег нет мама забрала все деньги все да все витя у него маникюр стоит как такси до антарктиды там как там жить невозможно там интернета нету домов нету там в палатках люди живут все иди пожалуйста не занимайся ерундой слышал у тебя брат поехал пингвинов спасать она проверить конечно доченька укол ты молоток обратно в инструменты положи здрасте так здрасте мы ничего не заказывали пап а помните говорил про друга который поднялся ну вот это он поднялся на лифте так ну-ка стоп сережа этого друга кто разрешил я разрешила не не его никто не разрешал он сам через vpn зашел витя ты чё делаешь все витя ты чё из нашей душки студию хочешь сделать или чё трешку международный штаб по спасению пингвинов витя во первых у штаба должен быть флаг это какая-то хрень давай пожалуйста убирай витя о пацаны зацените челлендж какой вау челлендж это пришел да ладно баб а можно я вам ту бутылку большую возьму возьми только обратно положи потом нормальный прикол снимать давай папа давай ставь ставь настоящий врач бабушки она катаем усыпляла что-то я читаю могу не чувствую глаза не болит ура не вылечил ногу спасите пингвина спасите пингвинов а дома все как обычно я просто забыла кошелек пока ну и где ледовый городок на который вам было выделено 15 миллионов рублей растаял в ледовом городке дорожки домики тротуарчики и бюджетище так 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 ну и где ледовый городок на которой вам было выделено 15 миллионов рублей растаял как он мог растаять на улице минус 10 так это дети дети да дети прибежали и от удивления дышали вот так надышали и он растаял дети отчего удивились что городок такой красивый не что выделено 15 миллионов дети так как об этом узнали так на каждом ледяном кубе было написано руками не трогать стоит 15 миллионов это что такое что за морковка у вас центре города на площади что это такое так это снеговик растаял какой снеговик красивый статный как вы только раз в десять больше здорово михалыч здорово здорово здравствуйте здравствуйте заместитель главы департамента по благоустройству слушай я чего в город поехал ты определился чё тебе брать бэху или крузак решается вопрос понимаешь может вообще сухари и чай придется брать я ничего не понял слушай а чё это чмо московская приехала 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 а чё в городе гнилью не воняет я извиняюсь конечно дико вы наверно сейчас про меня да а вы чё на меня орете вы вообще знаете кто я нет до свидания это кто был а я не знаю как это вы не знаете он с вами поздоровался так я мэр меня здесь каждая собака знает вот собака так ладно хорошо значит лед понятно растаял а горки где они уже по смете у вас деревянные они по смете у меня деревянные они же не могли растаять они не могли же растаять но растаяли все время будете за мной повторять просто вы так складно рассказывайте я просто не лезут послушайте я вас серьезно спрашиваю где горки деревянные они что тоже растаяли минуточку у меня звонок идет алё петрович дерево тает нет а чё горки сгорели сгорели да я конечно извиняюсь а от чего сгорели минуточку погодите-ка отвечайте сами горки сгорели да от жары от какой нафиг жары зимой да когда люди узнали что 15 миллионов выделено здесь такая жара началась ура наконец-то мы покатаемся с горок ага морковка мама а здесь что раньше был снеговик нет здесь была овощная палатка палка так погодите и что как у вас дети будут сейчас здесь играть свинья везде грязь найдет сейчас вы сейчас ребенка сравнили со свиньей что ли то не что вы с грязью своем уме а что такое вообще а это кто это же наш мэр и какая-то шишка из москвы а шишка это то что на елке растет да доченька ни разу елку не видела ну пойдемте погодите как как это у вас девочка ни разу елку не видела мы вам каждый год выделяем деньги на елку а девочка говорит что не видела она сумасшедшая хватит давайте подытожим значит получается как значит ледовый городок у вас растаял библиотеку вас утащила огромная птица секретарь значит детский садик у вас медведь раздавил это наша вина зря мы его теремок назвали крышу значит сороки растаскали ну сороки увидели блестящее вот и растаскали дороги значит у вас вороны склевали и черви поели вороны сверху черви снизу не хотели кушать червей но между ними асфальт был я читаю вашу объяснительную здесь так и есть так получается единственное чему не страшны природные катаклизмы это вашим магазинам разливного пива чё такое у творится в ярославле вы только посмотрите чё в ярославле то творится в ярославле какой ярославль то я тысячу ярославли видел с ярославли все нормально а в хабаровске в хабаровске смотрите что творится хабаровске то прекратите уберите ярославль хабаровске вы знаете я вам так скажу мастер находить оправдание редко бывает мастером чем-либо еще кто это сказал бенджамин франклин знаем такого вот этот по моему да золотые слова согласитесь золотые золотые да вы что творите то золотые так золотые о смотрите какая горка у вас появилась сразу и елочка и все блестит молодцы молодцы еще что-то есть да давайте диктофон и камера на телефоне я все записал а это зачем я что попалась чмо московская не понял ага не понял я тебя долго вычислял на взятки поймать горки сожгли чтоб тебя приманить городок растопили чтоб на взятки тебя поймать я специально 30 лет город разваливал чтобы тебя поймать еще год и все нечем было приманивать закончилась бы приманка ну все михалыч сняли мы как ты взяточника за руку поймал можно отправлять на областное телевидение да а теперь иди прочь из нашего города иди беги беги в тюрьму прямо и передай своим подельничкам что мэр щучкин всегда стоит на страже своего города добра и справедливости ты чё разошелся михалыч я же говорю снято уже все было тогда ты чё давай пока я на кураже дальше снимай снимай чё такое игра такая жопа к стенке а а Новая школьная поговорка Звонок для учителя, а СМС для старого учителя Пап, мам, я в школу Стоять Стоять Что ж такое-то? Стоять Стоять Что, мам? Ты забыл, что ли? С этого первого сентября в школе запрещены телефоны Поэтому, пожалуйста Ну, мам Сережа Сына 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 А на переменах я чем буду заниматься? Господи, никогда не подумай, что в школах на переменах заняться нечем Ну А чем? Коридор, голые стены, чем? Господи, боже мой, а Голые стены Не голые стены, а стены Пол, люди и гравитация Это же целая вселенная Посмотрите, вселенная Марвел Пу, растереть Что такое говоришь-то, бать? Блин, что такое? Игра такая Попа к стенке Это еще что? Че? Вот такая игра Видал? 30 лет прошло, рефлексы какие, а? Вот не играй Да куда им такие игры? У них в математической школе, если один другого пнет, один ногу сломает Второй пополам сложится Так, все, 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 я в домике Я в домике, я не играю, мне готовить надо, все В домике она Вот, пожалуйста, еще, допустим, там, выше ноги от земли игра Это еще что? Ну, это просто, если у тебя, вот, если у тебя ноги выше от земли, можно подзаймницу пнуть? Или, допустим, к козлам можно А это как? Ну, это, короче, пинают семячиком в стену, если промазал, то тебе буква К, потом О, потом Ну, и, короче, кто козел, к стенке поставили и расстреляли, и позаняться мячиком Бать, а у вас в школе все игры были связаны с насилием и унижением личности? Ну, за что? Ну, не знаю, просто так Э, ты че? 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 Сама сказала, я в домике? А я передумала А первое слово дороже второго? А первое слово съела корова А второе словечко дороже сердечко А рыбка была назад, не отдала? 4-4, я на перерыве Погоди, внук Вот ты говоришь, тебе на переменах заняться нечем Ну, теперь нечем А это, Сифа А, да, Сифа Во Че за Сифа? Ну, как? Че, аббревиатура какая-то? Какая аббревиатура еще? Слова какие-то, не, не понимаю Сифа, тряпка такая грязная Кидаешь во всех, в кого попал, тот Сифа Какая тряпка? Ну, как? Ну, который с доски мел стираешь Какой доски? Какой мел? Мать, а у нас в школу ходят вообще, нет? Да что ты, ну, какая тряпка? Они давным-давно там все фломастерами пишут уже Да какими фломастерами? У них давно в школах интерактивные доски Ты-то откуда знаешь? Я, в отличие от вас, в школе и часто бываю Я на выборы хожу Поменялось, конечно, все в школе Поменялось, я ж на Камчатке сидел, внучок В смысле? Не, то, о чем ты вспомнил, в Удмуртии сидел А в школе и на Камчатке Ну, на последней парте, в смысле Дед, так ты что, плохо учился, что ли? Да как тебе сказать Я ж когда в школу-то пошел, читать-то уже умел А вот цифр вообще не знал А надо, наверное, было наоборот Какой номер на кабинете За какой класс учебник Черт-то разберет Вот, ходил хаотично по школе В каждый класс заходил, учился, пока не выгонят Поэтому у меня, внучок Лондон из-за капитала Закон сохранения энергии Валентность 2 Инфузория туфелька Делать угол пополам Слушайте, папа, эти истории ваши Заканчивайте Сын, ты мне лучше скажи Зачем тебе в школе телефон? Вот зачем? Кто тебе будет звонить? Я не буду, например Ну, батя звонил Когда тебе батя звонил в последний раз? Ну, недавно Зачем? Ну, когда не мог историю поиска в браузере почистить Чего ты меня палишь? Погоди, погоди, погоди Я что, я ничего не... А это, карты Карты в школе-то, ну? Точно Карты, я же совсем забыл А? Карты Ой, боже мой Это игра и заработок Да, батя? Прошлые Так, ну рассказывай Давай, сына, научу Смотри Так Смотри, это крести Ага Черви Пики Ага Буби О, знакомые картинки Они у деда на пальцах наколоты СМЕХ Поэтому с дедом никогда в карты не играй СМЕХ По шесть карт раздается Короче Ага Козыри Ага Верхняя карта бьет нижнюю Мазь в мазь Козыри, все Ну что, погнали? Погнали Так Давай А эти вот так А эти вот так А они вот так А они вот так Бито? А теперь смотри Король козырный раз Туз козырный два и шестерка на погоны. Ну, че? Понравилось? Давай еще сыграем. Азартно я смотрю. Ну, давай. Только уже на интерес. Мать тебе дает деньги? Дает. Вот давай, по рублику за партию. Ну, че, давайте и я с вами. А то че, до Хабаровска-то далеко ехать, скучно. Ну, договариваешься, дома ни-ни вообще. Фу ты, прости. Прости, прости, просто увидел карты и лоха, рефлекционно захотелось подсесть. Да никто-никто, батя пошутил. Давай, погнали. Прошел час. Да блин, как так-то, нафиг? Двадцать раз подряд проиграл. Как так-то? Сейчас-то почему? Ну, это ж очевидно, батя. У тебя три короля и семерка черви. Все. Куда ты знаешь? Так остальное вышло все. Карта всего 36. Долбанная математическая школа. Ладно. Батя, че? Че? Телефон. Ты че делаешь-то? Э, 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 Ален, ну нельзя же, федеральный закон. Карточный долг святое. Карточный долг бьет федеральный закон. Ну шо, Лучок, молодец, развел лоха. Ты понял, да? В этом деле главное, чтоб лох не догадался, что он лох. В смысле? А че, я лох? Да нет, девушка пошутила. АПЛОДИСМЕНТЫ А че Полина опять из комнаты не выходит из своей? Опять на меня обиделась, сейчас придумаю, за что? Ну что ты говоришь-то? Собер... Переговорим. А че Полина? А че Полина? А че Полина? А че Полина получилась? О, ты смотри, вот это да. И не попал в Алексина-то, а? Еще раз можешь попробуешь? А? Не дострелит? А, ну, это раз формы, Полит, да. Вот так вот, вот так вот он. Жить, 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 жить. Немножечко тепленькое еще бежит тут. Вот так вот, и Полит превращается в косовую из джентльменов удачи. Секундочку, господа, извините, у нас погас экран. Погас экрана? Погас экран? Погас экран. Но не погас этот зал! А, но он же не полностью, че? Опа, на Ипполита давайте наденем пальто и начнем с момента, что... А у нас тоже. А трансформер у нас трансформировался? Жик, жик, жик. Да, 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 трансформер трансформировался. Ты смотри-ка, и второй раз работает. Да. Ничего себе! Я думал, это одноразовое. А че Полина опять из комнаты не выходит из своей? Опять на меня обиделась, сейчас придумывает за что? Ну, че ты говоришь-то? Собирать, переговорим. А че, Полина? А че, Полина, а че? Чиполина получилась. Чиполина. Мы открываем цикл, который посвящен предметам. Цикл песен. Скажи, че? Цикл песен. Еще раз говорю. Он открывает просто цикл какой-то. Дорогие друзья, не думайте, что я не умею правильно говорить. Но я повторюсь. Я открываю... Почему я? Поаплодируйте сзади... Ть recording... Тьфу, что это такое? Взади. Поаплодируйте в зале, пожалуйста. Еще как аплодируйте сзади. Ты не засматриваешься. Дорогие друзья. Проблема возникла, погодите. Так, давай, что у тебя? Ответ. На льдине осталось 18... Я вам говорю, газировку свою хватит пить. Уже из вас лезет газы. Ответ. На льдине осталось 18... Секунду. Простите, пожалуйста. Но это не у меня. Поправим микрофон. Это вот у него. Чал, ты что там хрипишь? Салют, чал. Давай, чал, иди. Я тебе говорил, ВКонтакте не сидеть в своем. Все, сейчас. Заберут его. Блин. Пиццу будешь? Сейчас пауза, блин. А что? Со мной, ну ты-то разговариваешь, сопляк. Блин, это пауза непредвиденная. Сейчас креветки сварят. У нас тут все рассчитано было вообще. Переварим сейчас. Гаста. Давай, давай. Это что у вас, настоящее? Смотри-ка, реально. С коньячком аккуратнее. Я опять восьмилетнего играю и не выпить. Спасибо за совет. Ты посмотри на меня. Я уже не был с коньячком аккуратнее. Можем продолжать. Про пингвинов. А можно попросить Сергея подвигаться, послушать? Подвигайся, чао. Вот это движение. Точно с коньячком. Можем про пингвинов. А ты у тебя подрастешь, не дай бог, ты такой же дебил будешь. Больно? Болит? А, извините. Пока не решается. Пока непонятно. Решается вопрос. Как не решается? Все решается. Все понятно. Понятно тебе? Нет? Что тебе? Ты что и пыл? Так синячок. Накидался ты чуток. Тьфу. Слоган. Учим, учим и не можем выучить. Накидался ты чуток. Вызывай так синячок. Выучил? Вы тут не плютись, у нас тут моют. Что у вас тут моют? Ты что, ку-ку? Моют. Ты что, ку-ку? Субтитры подогнал «Симон»